Рад, что мы в третий раз встречаемся, и у нас очень такая активная политика распространения знаний, сокровенных знаний художественной постановки, потому что наши четыре лекции, которые запланированы в рамках художественной постановки, не только в Москве в школе кино, а роли значений художественной постановки в современном мире и в современных, в кинематографе, телевидении и т.д. Так вот, мы поговорили, чтобы мы зафиксировали, вначале мы говорили про, как меняются выразительные средства кинематографа современного, на примере Шерлока Холмса, на примере нескольких десятков постановок Шерлока Холмса за время существования кинематографа. Как меняется язык на экране и почему? Потому что есть запрос от зрителя к этому. После этого был у нас второй экскурс, не менее интересный. На мой взгляд, надеюсь, что вы разделяете мою точку зрения, я рассуждал, это мои такие рассуждения по поводу музыкального видео. Что такое музыкальное видео? Почему музыкальное видео — это маленькое кино? Какие есть каноны, законы музыкального видео? Можно ли работать музыкальное видео любому человеку? Что делает художник музыкальное видео? Должен ли быть у него слух и чувство ритма? Как чувствовать музыку? Как передавать музыку на экран? Ведь есть же светомузыка, а цветомузыка — это понимание цвета, взаимодействие цвета и музыки, и ноты. Это был очень интересный разбор, тем более в музыкальном видео работали потрясающие монстры, мне кажется, кинематографа, и Финчер, и Пай Джонс, и Тахам Синк. Очень-очень много людей интересно. Я уж не говорю про отечество. И при том я всегда разрываюсь. Про что рассказывать? Про теорию, про практические применения в нашей жизни, про своих студентов или про свою практику. Потому что во всех областях я стараюсь успеть что-то сделать во всех областях. И в кино, и в музыкальном видео. А сегодня мы будем говорить про рекламу. И это самый лакомый кусочек для меня, если можно, я такой лицемер, до этого была музыка, лакомый кусочек, а сегодня реклама. Почему? Потому что я всю жизнь провел в рекламе. Вот вы, наверное, кто сегодня пришел, но многочисленные, немногочисленные слушатели. Удивитесь, что вот реклама в нашей стране, я ее могу отсчитывать по своим шагам в индустрии. То есть я закончил институт, маленькую отступку, в 1991 году. И страна закончилась, строй закончился, кино закончилось. Был период, когда кино спектировало вниз. И мы оказались, типа, а что делать? И тут стали сниматься музыкальные видео, как я вам рассказывал в прошлый раз, Джоан Стингерой. И стали появляться первые рекламные ролики, к которым мы относились, я на своем посте написал, что мы относились к большим недоверием, потому что мы все, типа, большие уже художники, с большой буквы художники, только художники, а режиссеры, операторы, которые уже не ухнули кинематографа. Ну, смешно говорить, там, каждый снял по две. Я снял к тому времени три картины уже полномашние, там, большие. И снимал четвертую, совместную. И вдруг, как мне будет реклама, тут какой-то банк Тори, потом еще вискос появился. Что это такое? Мне коллеги уже более, еще более взрослые, они говорят, ну, как тебе стыдно, ты размениваешься на такие вещи. Ужас вообще. И многие даже скрывали то, что снимают рекламу. Но так как я был молод, меня невероятно тянуло ко всему новому, я подписался, и потом я всегда говорил, что с жажды наживы взял вверх, и я ввязался в проект первый. Я очень хорошо помню, это был Банк Тори, ну, они делят первенство Банк Тори, и был Восточный берег такой рекламный проект, средства какие-то косметические. И там я вдруг стал открывать для себя новый мир. То есть вначале опыт был такой, все, что делал в кино, переносили туда. Типа декорации буду строить, я построил под Восточный берег какую-то декорацию безумную, да. Но интуитивно я понимал, что надо как-то следовать каким-то цветам бренда. Никто же не учил? Интуитивно следовало тому, что вот сейчас появится актриса, а она должна нести главный цвет нашего бренда, или же наоборот должна успокоить зрителей, расположить к себе. Это все происходило без знаний. Вот, я когда говорю про шаги, а потом второй, третий ролик, чтобы вы понимали, я разогреваюсь, я стал называть имена. Это был Мудров, та же самая замечательная моя подруга и знаток рекламы, и третий директор Ася Лучкетич, и Игорь Луц, и Амлинский, и Есинский. Все мы вместе оказались в рекламе, потом из разных индустрий пришли. Кто-то закончил дизайнерский, закончил Срогановку, кто-то закончил Худграф, кто-то закончил архитектурное. Розенбергский мы сняли миллиард рекламы, он потрясающий архитектор. И мы оказались, мы как-то вдруг, все были молоды, и вдруг стали исследовать эту науку. И вот по-хорошему, первые ролики МНДМСа, первые МНДМСа в музее, МНДМСа на телевидении, вот это мои ролики вместе с моими коллегами. Мы тогда познавали, что такое макетные съемки, что такое вообще МНДМС, как их перенести на экран. Вот, это были первые мои шаги, ну и хватит на этом про историю своей в рекламе. Просто, чтобы вы понимали, до сегодняшнего дня я снимаю рекламу с огромным удовольствием в разных странах. До сегодняшнего дня я, на сегодняшний день я снимаю и как режиссер рекламу, не переставая снимать как художник. То есть, тот багаж знаний, который к 2009 году у меня накопился в качестве художника-обстановщика, я вдруг стал реализовывать уже и как режиссер, и скорее мои ролики арт-директорские, можно их так назвать, не актерские, потому что я старался освоить работу с актерами, это тяжело, это не должно случиться. А арт-директорские ролики мне даются. Вот, теперь чуть-чуть, да, чтобы повестка была понятна, я хотел вам немножечко рассказать про историю телевизионной рекламы, по истории рекламы в советский период, понимаете, до момента, когда я в ней оказался. Я хотел немножечко рассказать, я подготовил материалы, я хотел вам рассказать немножечко про рекламу мировую и какие звезды в ней работают. Какие величины, с кем-то мне даже довелось пересечься с этими людьми. Я в посте публиковал, что, конечно, с кинчером мне не довелось рекламе работать, но мой друг Йосик, как я его называю, а это Йохи Бах, который получил Оскара за свой короткий метр, действительно, и мы с ним сняли, ну, точно, десяток роликов, и из них три очень удачных, там, два были отмечены призами, наградами, и за орбидол я получил, там, первое место на айспи-шоу Red Apple, когда проводили фестиваль. То есть реклама международной индустрии, еще плюс ко всему, мы все пересекаемся, режиссер, может быть, из Англии, оператор из Швеции, художник, может быть, из Сингапура, агентство вообще, может быть, австралийское, нас всех собирают, говорят, ну, давайте снимать ролики теперь, а клиент вот такой. Вот, хотел я также рассказать про студентов своих, потому что это не реклама ни в коем случае, да, хотя это не воспрещается, реклама нашего факультета. Я, когда пришел к руководству факультетом, программой, я сразу же в нее укоренил такой рекламный модуль, который, ну, из своей практики, я считаю, что художник кино должен уметь работать в рекламе. Многие не умеют. То, чего я не знал и чему я научился, я пытаюсь научить студентов. Это особые знания, они отличаются от знаний художественных постановок кино, отличаются от знаний на телевидении и музыкальном виде. Это нечто другое. Про это тоже поговорим. И вот студентов я этому учу, а результат уже есть. Я приготовил несколько роликов к показу. Это работа моих студентов, уже выпускников, прошлого года, позапрошлого года, позапозапрошлого года, с интересными проектами для Третьяковской галереи, для Пушкинского музея была выставка-коллекция. И чтобы вы понимали, поддержку визуальную в интернете и в социальных медиа делали наши студенты. А роль художника в этих проектах гигантская. Потому что они образные. Мы оживляли картину. Я что еще хотел рассказать? Мне очень хотелось поанализировать ролик «Двухсотлетия Айвазовского». Мне очень нравится. Креативный директор Ася Вучитич, я его очень уважаю. Она руководитель, один из руководителей программы короткой рекламной в нашей школе. И на стих Тючева «Передимая волна». И что еще? В общем, много всего буду рассказывать. Поэтому сейчас в историю. Вы на экране сейчас, вот вы видите, сейчас я его запущу. Примитивный ролик такой, замечательный. Вот такой вот замечательный, примитивный ролик, который был снят в 41-м году. 41-й год, я все шучу, что... Все шучу, что почему в 41-м году произошло такое явление... Сейчас я запущу и остановлюсь снова. В 41-м году реклама Булова, или Булова, да, это реклама часов, которая была выведена впервые на мониторы, на экраны. То есть это год появления рекламы на американском телевидении. Но до этого, просто так, как я обещал, небольшой экскурс, я разделил весь период формирования рекламы на три этапа важных. То есть они бьются, на самом деле, с тремя этапами, которые определил очень такой уважаемый мной искусствовед Быкова. Есть статья в интернете, называется «Эволюция выразительных средств в искусстве кино и кинематографа». Она разделила на три этапа – дописьменный, письменный и современный, экранный. Чем они отличаются, да, и что это такое? Появление языка, доязыковый период, да, после того, как это все удалось фиксировать, появился письменный период, позволило сформировать национальные и ментальные культуры, которые общаются между собой посредством определенного пространства семиотики. Современные выразительные средства, экранные, и кинематограф очень серьезно потеснил все, 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 все. Потому что появился некий интернациональный язык, образный язык. Вот этот образный язык, уже минуя языки, которых существует множество, и образы, вызываемые языками, появился новый образный язык, кинематографический. Он вытеснил это все, а реклама же тоже здесь, при чем-то. Так вот, я разделил на три этапа. Первый период, с древних веков, мне будут там говорить, что первые рекламные были на камнях, про это все знают там, да, а до 1450-го года, что произошло? В 1450-м году Гутерберг создал печатный станок. На мой взгляд, вот это прямо вот такой, раз, образовался первый период. До этого был как бы период дикий, второй период возник, это период печатный, потому что появление печатной продукции сразу же позволило рекламе совершить рывок, и появились там 1472-й год, это первая печатная реклама в Англии, 1472-й год. Потом она была примитивная, не было еще никаких компаний. Реклама заключалась в том, что объявления сделали в газете, продаются там 12, я не знаю, баранов или там два прекрасных скакуна. Но медленно-медленно все же развивается, поэтому в 15-м веку появляются различные рекламные тексты, то есть сопровождение, ну, чтобы на месте не стояло, что небольшой интересный текст. Дальше показ листовок, это распространение рекламы, потом реклама Кабаков-Вавранцы, 18-й век, я укрупненно, да, разбираю? Понятное дело, на мой взгляд, что реклама появилась активнее всего и развилась в США, поэтому в 1704 году газета Boston News, значит, первая попытка рекламной жизни. Дальше, 29-й год, Бенджамин Франклин, имя этого человека, мне кажется, серьезно связано с рекламой. Знаете, как его называют в Америке, отцом еще рекламы в США. Пенсильванская газета, это такие вихи. 19-й век, индустриальная, индустриализация, конечно, влияет на рекламу, и появляется фотография в 1839 год, это появление фотографии. Мне кажется, это еще один подэтап, потому что фотография плюс текст, на мой взгляд, это уже первый активный такие визуальные рекламные проекты. И дальше еще одна веха. В 1884 год изобретение телеграфа. Можно передавать изображение и текст на большие расстояния. Мы все движемся к телевидению. Возникновение телевидения — это этапы. Вот этот, на мой взгляд, 1941 год, то есть с 1350 по 1941 год, этот период был долгий. Там был телеграф, там печатный станок, фотография. Но появление телевидения позволило рекламе шагнуть дальше. Поэтому я показывал булогу, и реклама стала активно развиваться и в Америке. Это я вам показал ролик. Сейчас я вам покажу еще другой рекламный ролик. Вот он сейчас. И это я вам демонстрирую, коллеги. 1955 год — первый рекламный ролик в Англии. Забавно, что... Какая эволюция, да, произошла? То есть мы же сейчас будем смотреть разные ролики, там, Дэвида Линча будем смотреть ролики. Как она изменилась, что произошло? А потому что запросы изменились, публика изменилась. Вот. Это 1955 год. И, кстати говоря, что интересно, буквально с разницы 5-10 лет возникают первые рекламные проекты в разных странах. Мы коснемся еще и СССР. Тоже интересно, что происходило. Так. Это вот такой вот был интересный экскурс. Теперь я покажу еще одну рекламу. Тоже интересно. Закрываем здесь. Закрываем здесь. Но на самом деле это Сейко, как по-другому назывался, это реклама, что в Сейко, японская, зачаточные какие-то, мне кажется, такие детские ролики, но это все, мне кажется, прародители того, что потом мы обнаружим. А вот еще интересный мной найденный материал. Я не знал, я этих роликов не видел на самом деле. Забавные ролики очень. Кстати, это очень известный актер, Николай Рыжов, народный артист вообще СССР. Это первый рекламный ролик в СССР. Мне кажется, не случайный ролик на кулинарную тему, наверное, потому что, ну, кто знает, кто не знает, в СССР вообще нельзя было бы снимать яркие ролики, затрагивать какие-то темы. А кулинарная тема – беззубая тема, мне кажется. Самое оно. Вот, но я так пропустил, что в СССР-то реклама не сама сидела, не вдруг возникла, да? И прародители, мне кажется, всей рекламы на территории СССР, там, до этого Российской империи, был лубок. Это тоже надо отметить, потому что без лубка не было бы рекламы. Есть очень много книг на эту тему, и в лубке, мне кажется, первые рекламные листовки налицо. Вот. Дальше, в 19 веке, интересно, в России появляются тумбы, на которых появляются афиши, да? В СССР, 17-й год, кто знает, кто не знает, монополия государства, но именно монополия государства, мне кажется, предъявила миру Маяковского и Родченко. Потому что, если вы вспомните того же самого Мастера Маргариту, вы вспомните, что сколько там рекламы в том мире Мастера Маргариты существует. Нигде, кроме как в Мосильпроме, да, все эти надписи, они у нас в голове крутятся, а это реклама. А тут еще один ролик есть, я его так, забежав чуть вперед, я его покажу. Видите, да, это «Тысячаодоночестве психолы». Интересно, 88-й год. Просто уже случилась Олимпиада, на Олимпиаде пипсикола, ну я это помню, просто появились первые пипсикольные бутылки, и пипсикола поддерживала Олимпиаду, поэтому она наша, советская, а кола враждебная. А, естественно, она прошла на рынок, пробралась на отечественный рынок, и на отечественном рынке, первый ролик иностранного продукта — это был пипсиколы. Конечно, она сейчас с нынешних позиций кажется такой детской, мне кажется, она кажется очень телевизионной, очень условной, но, между прочим, брендовые цвета все налицо, воздействие на психику, красный-зеленый, пожалуйста, национальные, ментальные коды здесь есть. Вот такой забавный ролик, но он пусть идет, я умею чуть-чуть звук и буду продолжать на эту тему говорить. Вот, но я вернусь к Маяковскому и Родченко, на мой взгляд, это еще одна отчетная веха. 25-й год в Париже проводится международная художественная промышленная выставка, на которой Маяковский и Родченко получают серебряные медали, плакаты, да? Соответственно, это еще одна веха, мне кажется, в отечественной рекламе. Так, чтобы закончить с отечественной до... не до, а советским периодом, скажу, что... Ну, я застал же немножко реклама, вот в таком виде, что вы сейчас видите, она была, даже мы вместе учились, такой режиссер был, Аркет Кусейнов, он выкупил там время у программы «Время», и на циферблате времени была маленькая надпись «Эрхус», я это помню еще в 87-м или 86-м году. То есть, это тоже такая реклама, но она была очень примитивной, я не хочу в компанию зайти, а вот всего лишь, очень похоже на булову, да, то же самое. Вот. Дальше мы пришли уже к нашему времени, и теперь я хочу от истории немножечко отвлечься... Останавливаю это. От истории отвлечься и коснуться периода... Вообще, что такое реклама и почему художнику и интересные, в то же время нужны особенные знания работы в рекламе. Так как временной формат рекламы короткий очень. Самый большой, ну вот сегодня я буду показывать вам Гая Ричи проект, это тоже реклама, и Стивена Кинга проект, это тоже реклама, но они там по 9 минут, по 10 минут. Это скорее короткометражные фильмы, но сильно заточенные, это скорее бренд-контент, наверное, да. Но, тем не менее, это реклама. Есть ограничения временного формата. Самая долинная реклама, это продолжительная реклама, это одна минута, локомотивная. Все остальные покороче. 45, 40, 30, 20, 15, даже 5-секундники мы делаем. Соответственно, в таком коротком формате огромное значение приобретает, что мы видим на экране. Я всегда говорю, что когда кино, актеры могут разыграть какую-то мизансцену, и в этом случае мы будем слушать их внимательно. А если это кино, то художник может построить декорацию, и все будут долго рассматривать эту декорацию. А в рекламном ролике, вы представляете, 30 секунд, да, на этом средненный формат, за 30 секунд, при том, это блоки же рекламные идут, когда между какими-то сериями или какими-то частями фильма, мы что делаем? Мы такие, раз, в сторону холодильника, чтобы я лично не ушел от монитора, меня надо тут же схватить. Схватить меня может какая-то выразительная, яркая картинка. Она должна быть необычная, она должна быть увлекательная, она должна быть снагосшибательная, но она обязательно какая-то должна быть. И в этом случае я остановлюсь и не пойду за бутербродом в перерыве, и не уменьшу звук. Это уже относится к художественной постановке, потому что именно актер, он не может заорать в кадре в этом рекламном ролике, а изображение, оно может заорать, оно может вас остановить. Вы не можете понимать, почему вдруг кадр стал черно-белым, он рассыпался на какие-то, я не знаю, кубистическое решение, вы такие, что это такое? Только что было нормально все. Все, вас поймали. Если вас поймали, вдруг вы думаете, что такое, почему черно-белое изображение, там внутри какая-то красная штуковина, что-то мерцает. Ну, и это происходит на уровне подсознания. Значит, реклама обращается к подсознанию человека. Почему я, когда говорю про рекламу, часто упоминаю Клоттера Рапаля, того же Фрейда, потому что реклама – это маркетинг и психология, и это художественная постановка в рекламе. Мы должны понимать главную задачу, какая задача у этого продукта. Ага, мы сближаем людей, я это услышал как художник. Дальше я должен их проецировать на экран. Я должен сближать людей на экране с помощью красок, линий, композиции, объема и пространства. Это пять инструментов художника на экране, художественной постановки. Это можно сделать. Я могу сделать тесное пространство, и зритель будет казаться, надо же, секунду, он бросит взгляд на экран. Как-то там уютно, они себя чувствуют в маленькой избушке. Это я свои ролики сейчас перебираю и вспоминаю. Низ кафе мой любимый. Это громадная серия, на которой работала 10 лет. Это потому что они сидят в маленькой избушке. Дальше можно использовать все цвета для этого. Цвета там холодные, все пространство покрыто морозом, холодом. Это не с кафе-полярники. А пьют они из красной чашки разгоряченный кофе. И мы понимаем, что это тепло, и тепло сближает людей. Раз это воздействует, мы не понимаем, зрители не понимают подсознание его. Говорит, что низ кафе сближает людей, и беги в магазин, и купи кофе. Потому что он написал, когда идет по рядам, цветовая палитра, ключевые цвета обязательно мы захватываем. Он такой, что ты, где ты это видел? Все, ты обязательно купи. Художнику нужно разбираться, мне кажется, в психологии для работы в рекламе, в телевизионной рекламе. Я считаю, что это большущее искусство реклама. Не менее искусство, чем, а может и более. Почему? Да потому что, вы знаете, как минута рекламного ролика, минута рекламного по стоимости превышает минуту любого блокбастера. Вы сейчас очень удивитесь этому. Вот я вам раскрываю такой секрет, что там, условно, минута великого Гэтсби или там Аватара будет стоить рубль, а минута рекламы будет стоить 2 рубля. Вы такие, как же так? Да потому что самые лучшие специалисты работают в рекламе, чтобы мы могли за короткое время захватить внимание зрителя и воздействовать на него. Притом это специалисты и креативные специалисты, потому что на рекламу трудится рекламное агентство целое, да. И продакшены, продакшены собирают людей. И все считают за большую честь. Помимо денег, вы не думайте, что все только из-за денег работают в рекламе. Это попытка выразить себя в новом жанре и в коротком жанре, проверить себя, прокачать себя. Я думаю, это причина, почему и Финчер, и Кинг, и... Кого там я возьму? Скорцезе тот же самый, да, который ирландца снял. Вы сейчас бредите этим ирландцам всем, мне он очень нравится, да. А вы знаете, потрясающий ролик для Дольче Габбана был снят, улица Грёз. Это бренд-контент, скорее, но тут же реклама. Эти все люди считают, мне кажется, классным работать в рекламе. Соответственно, там работают величины. И про операторов то же самое я скажу. Но мы сегодня проходим на постановку художников. Я бы ияснил, кто, например, делал BMW. Мне очень нравится этот ролик в 2001 году. Это, на мой взгляд, один из самых интересных роликов Гая Ричи. Гая Ричи, тот самый, который снимал Шерлока. Тот самый, которого я разбирал на первом занятии. Посмотрите, как они клевы. С Сарой Гринвуд с художником кино потрясающе собрали изображение. Я сейчас, чтобы не быть голословным, сейчас я его тут открою. И на его фоне буду говорить. Так, это у нас... Я его открою. Так. Пущу его сначала. Так. Еще раз говорю, это скорее относится к бренд-контенту. Но бренд-контент — это реклама. Это short-form directing. Это в нашей школе студенты... Это программа, делая бренд-контент, реклама. Это определенный рекламный продукт. Мы, на самом деле, здесь рекламируем BMW, чтобы все понимали. Не знаю, видели вы этот ролик или нет. Я влюблен в этот ролик. Я специально опустил англоязычную версию, ну, чтобы не мешал перевод. Тут очень просто. Он только что отзывался о Мадонне, говорит, такая женщина, у нее такие руки, такие глаза, такой взгляд. Сейчас он скажет. Но стерва... Смотрите, я остановлю сейчас. Вот он это перечислял. Она потрясающая. Она такая, вы это видели. Но когда он сказал «стерва», посмотрите сюда. Этот красный цвет, гениальный красный, работает во всем этом холодном, сером, потому что этот цвет опередил его слова. То, что стерва, уже красный у нас существует. Наше сознание такое, что она... Что-то здесь не то. Она стерва. Красный цвет – это стерва. Не желтый, потому что желтый – это сумасшедший. Фиолетовый – это философ какой-то. Зеленый – там, религиозное какое-то значение. Золотой – это... А красный – стерва. Оранжевый – тоже не стерва. Оранжевый, скорее, сумасшедший. А красный – стерва. И вот это простейший... Посмотрите, что будет дальше происходить. Я не могу не озвучить. Посмотрите, что... Раз – и он мелькнул здесь. Вы сейчас такие... Да это случайно. Ну, дальше, дальше – это случайно. Дальше. Посмотрите, что происходит. Раз, два, три красных пятна. И она... Вот я остановил прямо так камер. Ну, это здорово работает, этот красный. Притом, только что я говорил про полярников своих, которых я посвятил там 10 лет своей жизни и с потрясающими режиссерами и операторами мы снимали, и Саша Бреннер креативил эти ролики. Одно удовольствие снимать были эти ролики, но там красный по-другому. Смотрите, там красная чашка была в некой серой, беляшенном цветопространстве. И тогда красный не контрастировал с голубым. Он являлся горячим элементом в бесцветном пространстве. Сейчас у нас есть холодное пространство, в котором живет активный красный. И это экспрессионизм. Вообще все приемы для художественной постановки в рекламе, они желательно, чтобы художник этим владел. Потому что цвет сильнее линии здесь действует. Впрочем, пусть идет. Да, сюжет такой, что она стерва, но вот этот ее менеджер личный, администратор, он затеял шутку над ней. Весь фокус в этом. Она его унижает, и он сейчас, вот этот водитель, только что водитель нанял казачок, заслан казачок, он рассказывает, что менеджер слабак, бесхребетный. Пока просто обращайте внимание, как работает красный, мне кажется. Во-первых, какое изумительное, гламурное изображение. Но не могу не останавливать, не комментирует. Гламурное. Нам надо передать, потому что BMW, автомобиль, гламурный. Мы хотим это, то есть скорость, которую мы дальше спроецируем, но сейчас мы должны показать, что мы в мире дорогих вещей. А вот весь этот шайнинг, который вы видите, знаете, какие подсветки, нет прямого света, он обязательно где-то отражается. Он бликует, он бликует у нее в очках, он бликует в различных текстурах и фактурах. Это и есть гламур. Это я перенес, там другие, на экран в короткой форме. У меня нет кино, чтобы я это развел в течение двух часов, да? Но у меня есть короткая миллисекунда, чтобы я в кадре это показал. Заметьте еще, что мне нравится, что не полностью убитое черно-белое изображение, как в других проектах мы сейчас увидим. Здесь цвет есть. Здесь цвет ее кожи. Притом этот цвет еще больше подчеркивает ее стервозность. Вы же верите, что она стерва, да? Конечно, верите, потому что здесь и линии работают, что она стерва. Здесь замечательный кулон дорогой, да, потому что мы опять находимся в мире гламуры дорогих вещей. Вот начинается фокус над ней. В рекламе очень умело работают с цветокоррекцией, и я вообще учу художников работать с цветокоррекцией. Врач не был никогда у нас, а я их каким-то образом направляю, и вот они сетцы, сетцов начинают цветокоррекция, потом переходят в рекламных проектах. Потому что все, что вы задумали, чтобы донести до конца, это надо потом сидеть рядом с коллеромастером. Суть разговора, что он ее должен доставить, он говорит, ну давай, рули быстрее. Его надо смотреть, это такой ролик достойный. То есть нам надо было подчеркнуть, что он астеровый, мы подчеркнули всеми нашими доступными средствами. Посмотрите, насколько гиперреалистичное изображение, оно нас устраивает. Смотрите, даже мы видим там его легкую небритость. Красный. Вы заметили, как проплыл красный фонарь в стекле? Блики по-прежнему. Вообще автомобили обожают блики, да? Автомобильные ролики, ну я там, мне довелось снимать много разных автомобильных роликов, и они требуют своей специфики, своих громадных приборов освещения. Есть режиссеры, которые занимаются только автомобильными роликами, чтобы вы понимали. Звонок сейчас, тот самый менеджер ему звонит и говорит, ну что же, я тебе заплатил деньги, я хочу, чтобы ты все сделал за эти деньги, на что способен. Интрига сейчас раскрывается, потому что она его измочалила за всю жизнь. Сейчас я подумаю, что сделать. Замечаете, других цветов нет. Красный на фоне голубого пространства. Динамика же, да? Автомобиль. BMW самый скоростной в мире. Во-первых, тут несколько составных. Идея потрясающая. Второе, замечательное исполнение. Посмотрите, что происходит с монтажом, какой он тоже способствует изобразительной задачи. И в то же время автомобиль здесь герой. Это такой брутальный мэн. Между прочим, автомобиль толком-то вы и не видели до сих пор. И по-прежнему в такие рассыпанные крошки красного в пространстве. Ну, потому что есть еще, я так называю, это continuity всех кадров, потому что если вы придумали изобразительное решение в любом временном формате, оно должно биться. Да. Вот видите, незаметно, да красное проходит. Незаметно. Но это воздействие на подсознание зрителя никогда не понимает. Мне кажется, еще красный цвет, когда мы видим фонари этого автомобиля, BMW, он приобретает некую еще другую окраску. Это такой хищник внутри. Красная дорожка. Очень кстати, да? Потому что... Замечаете, да, сколько красного? Наш кофе облилось. Помните, обратили внимание, что у него был стакан кофе. У людей другие впечатления от всего этого? Мне очень нравится, как сделан этот проект, как полномасштабный фильм. Видите, концепт указан, да? Продюсеры фильма, да? Это здорово. Это очень красивый, стильный, элегантный, в стилистике Гая Рич, человек, который снял Шеррика Холмса. А вот здесь я остановлю специально, чтобы вы понимали. Вот суть-то сегодняшней темы. Production Designer, да? Художная постановка — это production design. Художник-постановщик — это production designer. Доминик Воткинс, да? Маленькое отступление информации теперь про этого человека. Очень значимый, уважаемый художник в голливудском кино. Вы можете его знать по фильму «Мумия» 2017 года. Это продакшн-дизайнер этого фильма. Вы можете его знать по фильму «Превосходство Борна» 2004 год. Вы можете знать его по плохим парням 2003 года, да? Притом это разные режиссеры. Более того, он три или четыре музыкальных видео для Мадонны снял как художника. То есть он собрал пространство. А художник — это тот человек, который создает пространство, в котором происходят все действия. У меня есть свое определение режиссера, оператора, художника. Некоторые путают, чтобы не было путаницы. Что делает художник? Художник создает пространство, придумывает это пространство. Оператор придумывает язык иллюстрации этого пространства. А режиссер погружает в это пространство образы и разыгрывать с помощью их эмоций, а эмоции принадлежат уже образом в лице актеров, определенную игру. Вот такое вот у меня деление. Я имею правду отсудить, потому что я когда ролики вдруг снимаю уже свои, как режиссерские, я понимаю за что я тут отвечаю, понимаете. Не надо вмешиваться уже в художественную постановку. Вот. Так что Доминик Водкин спрошу любить и жаловать о режиссер Гай Ричи, один из уважаемых режиссеров. Вот такое вот. Да, кстати, слоган сейчас будет. В конце, по-моему, возникнет. Рекомендуем пристегнуться. Менее важный человек Ариан Филлипс, костюм-дизайнер. Вообще наша тема, конечно, по художественной постановке, но художественная постановка нечто шире, нежели просто пространство в кадре. Это взаимодействие, кстати, у нас будет очень скоро лекция общения художников по костюму и художников-постановщиков. Как они живут в общей концепции, которая генерируется главным художником проекта? Что такое концепция? Что в ней художественная постановка? Что в ней художник делает по костюму? Что делает художник по гриму? Как огромная команда художников реализует одну концепцию? Вы же сейчас здесь видели, понимаете? Вот может произойти же следующее, какой-нибудь... Вот Пьер Корде. Но чтобы вы понимали, все художники, нанятые на этот проект, тоже весомые личности. Пришел, говорит, слушай, я вот думаю, классно, чтобы у нее были цветастые штаны. Не красные, а цветастые. Почему? Ну, потому что это здорово, потому что это современно, потому что это стильно, потому что это отвечает характеру Мадонны. Это же Мадонна, да? А концепцию не прочувствовал человек. И все. А концепция-то когда один придумывает холодный мир, в этом холодном мире рассыпает красные какие-то блески. Это я говорю про художника-постановщика. Другой художник по костюму общаетесь с ним, говорит, слушай, да, 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 классно, тогда я думаю, просто вот красный тоже может быть разный. Он может быть там от маренгов, потому что на экране тоже красным будет смотреться, до красно-оранжевого. Да, тогда я понял, какой оттенок. Так вот, и тогда взаимодействие, плюс ко всему с гримом, вы заметили, как она была, как она была загримирована замечательно. У нее чуть-чуть жил цвет кожи, и на этом бледном стервозном лице жили красные губы. Это же взаимодействие всех в проекте. Ну ладно, хватит об этом проекте. Пойдем дальше. Сейчас я, раз уж показываю такие вот великие ролики, еще один великий ролик. Сейчас, минуточку, по-другому поступим. Чуть дам звук. Звук и не слышно практически. Тогда дам звук. Вен. Тогда дам звук. Слышно? Ну, чуть-чуть совсем, очень тихо. Вот, так уже более-менее. Тут надо слушать звук. Я пущу сначала. Давайте. Можно еще даже погромче. Сейчас сделаю. Останавливаю. Это Стивен Кинг. Лабутен. Кристиан Лабутен. О парфюмерии. Потому что была запущена косметика. Лабутены все знают. Какая-то связь космическая, кармическая с лабутенами должна быть. Красным цветом подошвы должна быть. Соответственно, все это надо засекретить в кадре. Это первое. Второе. Нам нужно создать некий гламурный мир. Кстати, то, что он сейчас реализован в мире компьютерной графики, никакой разницы нет. Мы не думаем, что художественная постановка это только на декорации. Художественная постановка это воздействие на сознание зрителя образами с экрана. Образы создаются разными средствами. Это и декорации, и костюмы, и грим, и спецэффекты, между прочим. И компьютерные эффекты, между прочим. Вот мы сейчас видим потрясающий мир, собранный в CG. Ну, впрочем, и в Аватарии это и есть, да? Но, тем не менее, у вас склад запечатлений этого мира, гламурного мира. Я вам скажу, что мне очень напоминает этот проект. И знаете вы, люди более младшего поколения. Был такой великолепный фильм «Волшебник Аладдина». Был момент, когда я заметил Аладдин. Это был старый фильм. Играл артист Файт, злого колдуна. Попадал в мир тени, в город тени. И этот город тени, который был сделан в 76-м году, очень мне напоминает этот проект. Понятно, что тот город теней был взят из полотен замечательного художника Джорджа Кирика, равно как и то, что здесь вы видите. Это же Джорджа Кирика. Это сюрреалист, первый сюрреалист Джорджа Кирика. Его попытки создать некий мир и замечательный априори художник Стивен Кинг это сделал в своем ролике. Я не могу еще раз не пустить его. Ну, это же красный. Просто потрясающий мир. Это вселенная. Поэтому вселенная, знаете, как говорят, у нас под рукой. Вселенная, которая где-то здесь. А розовый цвет как хорошо работает. Розовый с перламутром, во-первых, это загадка, это сказка. К этому добавляем мы еще звездное небо. И звездное небо к этому добавляет еще и магию, волшебство в космических масштабах. Предыдущей версии было холодное плюс красное. Можно же ведь пойти таком, ну да, ну давайте сделаем город, выстроим волшебный город, красный с голубым. Совсем другой эффект будет. Я когда говорю, вот маркетинг, психология, культурные кадры, клод, рапа, это все вот про это. Красный цвет, розовый цвет, желтый цвет, они каждый воздействуют на сознание зрителя совсем по-другому. И не думайте, что он сейчас музыку услышит, зритель, музыка поддерживает это все. Красный как мелькнул только что, да? Что произошло? Мы погрузили зрителя на секунду в красный цвет, при том это не цвет агрессии был. Это какой-то новый мир, который мы сейчас зрителю будем повествовать, о котором еще раз. Очень короткая вспышка. И это нам нужно, потому что подошва лобутенов красная. Вот мы пришли к финалу. То есть вот наше черное небо, блики в нем, считайте, звезды, вот ваше розовое пространство и дальше красный цвет. Я сейчас разложил как формулу арифметическую какую-то. Вы сейчас не думайте, что сейчас все записали, все выслушали, легко буду снимать ролики. Этому надо учиться, учиться не такому раскладу, а учиться чувствовать эти вещи. Вот я этому, конечно, нигде меня не учили чувствовать. Первые ролики, когда мы все пришли в рекламу, мы этому учились, ну, я не знаю, вот смотрели эти ролики, там будет дальше из истории. Смотрите, все цвета здесь присутствуют. Присутствует небо ваше черное, звезды, блики, розовый и красный, как брендовый цвет, потому что красный, мы обязаны иметь красный. И даже красный какой красивый. В красном есть блик. Блик – нечто гламурное, как и в первой истории про Мадонну, да и БМВ. Блик на предмете. У любого зрителя создается очень богатый предмет. Говорю вещи, которые, казалось бы, художественные постановки, не художественные постановки. Стенки зеленого цвета, отлично. Стул такой, хорошо. Это примитивное мышление. Художественная постановка – это образ и спирит, который создается на экране. Вот что еще вам скажу. Вот у нас мы с операторским факультетом очень больше всего дружим и в беседах с Ильей Деминым. Он говорит, слушайте, вот за эти нюансы нам всем платят большие деньги. Хочу применить это здесь. За нюансы умения чувствовать всем художникам, я имею в виду операторам, режиссерам и художникам, платят большие деньги. И не за то, что он создаст мир, а за то, что мир этот уникальный. Вот этот ролик уникальный. Второй раз вы уже такой не сделали. Даже если сделать, это уже неинтересно. Ну, тут есть еще и футуризм, который... Футуризм хорош для лабутенов. Конечно, хорош. Потому что футуризм это современное искусство, это скорость, это безграничное пространство. Можно сделать лабутены реалистичным каким-то путем, в стилистике реализма? Можно. Это будет ужасно. Это будет бытовой башмак. Мы же башмаки, да? Как можно башмак превратить в некто космическое? Легко выбрать стилистику супрематизма, абстракционизма, что и сделал Кинг. Потому что он прекрасно это знает, прекрасно это чувствует. Можно было так бы, BMW сделать? Нет, пожалуй. Знаете, почему? Потому что BMW нечто материально-реальное, большое. У любого человека, мне кажется, есть некое благоговерие перед автомобилем. Соответственно, если мы автомобиль уберем и превратим его в нечто космическое, мы потеряем. люди любят запах нового автомобиля, лак нового автомобиля. А тут мы говорим же про башмаки, не побоимся этого слова. И у людей нету такого благоэннии перед башмаками. Соответственно, в этом пути мы, мне кажется, сложнее будет донести до людей премиумный продукт, тем более вытащить оттуда аромат. Это мои размышления. Вы не думайте, что это истина абсолютная. Лак нам нужен на ногтях? Конечно, нужен, потому что, знаете, почему? Потому что это же лак. Это лак. Запущенная серия косметики лак. Здорово, стильно. И, притом, в рекламе пэкшот, продакт-шот, логотип имеют громадное значение. Как здесь написано лак. Каким выведено цветом красным? Как это бьется с тем красным, которым мы видели в кадре? Как это бьется с теми линиями? Мы же видели линии. Черные линии. Эти линии у нас уже отразились в голове. И здесь мы видим линии. Можно было написать даже вот лого, вы можете сказать, ну, лого же был дан. Хорошо, дан такой. Этот лого можно увеличить, и он совсем по-другому будет смотреться. Но именно в этом виде он является продолжением графического решения всего проекта. Это был линчевский ролик, но я вам еще один линчевский ролик сейчас покажу. это бренд-контент. Тоже бренд-контент. Теперь смотрим. Я пущу сначала. Не буду комментировать, просто понаблюдаем. он длинный, я чуть-чуть, может, его промотаю в серединочке. не могу, не знаю, профессиональные качества не позволяют. Ну, лучка смотреть. Кубрика смотрели, да, «Сияние». Смотрели проект, написал, да, знаете, автор. Это тот же самый автор. Я вот смотрю и понимаю, я вижу здесь отель «Оверлук». Понимаете, какое дело? Я его прямо вижу. Это кадр, можно его смонтировать, все скажут, слушайте, кадр из фильма «Сияние». Работает, потому что это некий стиль сюрреализма сейчас выбран, притом он такой эстетский сюрреализм, потому что мир, мне кажется, мир гламурный, но он такой, знаете как, он сумасшедший, потусторонний мир. Кстати, главная роль Марионка Тиак. Это не она, но сейчас ее увидите. Замечательная актриса, и мне она запомнилась по фильму «Союзники» с Бернем Питом в главной роли. Манера съемки, опять-таки, это же сияние, это отель из сияния. Красный, как отработал. Но заметьте, пока ни одного цвета, который бы нам запомнился, красный здесь зажат, он не яркий. Ну я прямо кадр, прямо уже, которые кадры лежал из фильма «Сияние». Только там номер комнаты, да, если я не буду, какой-то там был, не могу ошибиться, но нет, не 217. 231, какой там номер был? Это не имеет значения ровным счетом, но просто «Сияние». Ну, конечно, это «Сияние». Ну, конечно, это «Сияние». «Сияние». Практически «Сияние». «Сияние». Наша задача, задача художественной постановки, всеми нашими средствами подчеркнуть потусторонность происходящего, нереальность, сюрреалистичность, мистичность. Все, что вы видите в кадре, подчеркивает, работает на эту идею и задачу. И цвет, и свет. Ну, я про музыку не говорю, потому что за музыку ответственны уже другие люди. Ну и потом ассоциация с сиянием только на руку всем. Останавливаю, чтобы можно было бы комментировать этот мир. Это Шанхай, да? Нам нужно показать ориентальный мир, ориентальный, не восточный, а ориентальный искусство. Вот оно. И как это тонко сделано? То есть вы, по идее, вы запомнили отель, по идее, вы запомнили сияние некое, шайнинг такой, да? Потому что там таинственности мы нагнали. Сияние и здесь есть, потому что оно продолжает сиять. Цвета, обратите внимание на какие-то цвета. До этого вы ни разу нигде не видели лилового фиолетового цвета. А вот на секундочку, давайте задумаемся. Здесь даже красный не работает активно, потому что активность этих лиловых пятен сильнее. Работает это с желтым. Желтое – это всегда некое таинственное знание. Притом в сочетании с фиолетом, фиолетовый – это тоже философия. Это цвет философов. Потом опять я говорю этих гайдов, и такие, что, записал, тебе пошел, всю жизнь это будет делать. Нет, это надо понимать, где применять. Здесь у нас есть таинственность, здесь у нас есть ориент, здесь есть знание, и все это работает на наш продукт, который мы в итоге потом предъявим. Притом стоило бы здесь сделать фиолетового больше, мне стало бы тяжело, слишком агрессивно он стал бы воздействовать на меня. Кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть теперь после этого фильм «Сияние» Кубрика. Ну, он настолько привлекательный, что у меня рука не поднимает, чтобы проматывать этот проект. Красный, да, и красный здесь есть, следите, да? Красная картина, она есть, она должна поддерживать некую тревожность. Красный, да, и красная картина, и красная картина, и красная картина. Красная картина, и красная картина, и красная картина. Вот только что было воспоминание, воспоминание было бытовое. Смотрите, мир, в котором мы сейчас находимся, мир таинственный, только что было бытовое воспоминание. Воспоминание — это впечатление, впечатление — это импрессионизм, воспоминание было в силе, оп, импрессионизма, и это уже импрессионизм у вас. Опять импрессионизм светло, а здесь, посмотрите, магическая, тяжелая атмосфера. Конечно, из этого ролика, я думаю, это был локомотивный короткий метр. Наверняка были нарезаны короткие версии и очень легко сделать. Остановлю, просто я сейчас промотаю, но прежде чем промотать, я скажу, что художник, большой художник, который начинает работать на таком проекте, я не вижу только художника, художника продакшн-дизайнера, но просто Линч сам художник, да, вы знаете, не знаете, он с художественным образованием, он прекрасно рисует и разбирается в этом не хуже всех художников, с кем он работал. На проекте, по-моему, там использованы были его рисунки. Но здесь посмотреть, что происходит. Художник, когда создает этот метр, должен знать стиль, стилистику чувствовать, знать стили, чтобы не перепутать, вдруг не использовать здесь, не дай бог, я не знаю, реализм. Или не использовать здесь, я не знаю, сюрреализм, да. Здесь на грани, на мой взгляд, здесь некий футуризм, который дружит с сюрреализмом вот здесь на фоне. Футуризм нам выгоден, потому что странная история вообще, все это, мне кажется, из будущего. Знания нужны художнику, вот о чем я говорю. В рекламе, чтобы уметь работать в рекламе, нужно больше знать фундамента, больше знать истории искусства, больше знать течения и стиля. Лучше чувствовать. Вы должны уметь расплакаться, прочитав, я не знаю, вот там книжечку, я не знаю, северянина, потому что вы чувствительный человек. Может быть, в кино вам это и не надо, а в рекламе это нужно очень сильно. Если в музыке вам нужно чувствовать ритм, мелодию, то здесь надо быть невероятно как, знаете, как хищники, волки этим отличаются, они чувствуют опасность, вы должны улавливать в воздухе аромат чего-то и передавать это на экран. Сейчас промотаю, иначе он очень долгий, к финалу. Ну вот, да. Понятно, что все к этому шло. Мы ни разу не видели так откровенно вот этот синий цвет. Я понимаю, что здесь цветокоррекция на моем мониторе, и потом она трансформируется, может быть, у вас даже не такой откровенный синий. Но все сделано было для того, чтобы этот синий здесь в конце остался у людей в сознании. Во-первых, смотрите, какая потрясающая роза, синяя роза, она такая голубая даже, не синяя, да. Она несет оттенок в себе вот того лилового цвета. Голубой, синий бывает разный. Это такой микс, это, знаете, такой скорее кобальт голубой с небольшим включением фиолетового, сиреневого цвета. Это нам тоже выгодно, потому что стоило бы сделать просто синий, он потерял бы некую магическую окраску. А магическая окраска — это фиолетовый. Помните, я вам сказал, да, философия, мистика — это фиолетовый цвет. А дальше все с этим контрастирует. Все сделано так, чтобы этот синий цвет здесь у вас навсегда врезался в ваше сознание, потому что это синий Шанхай. И мы видим, что и сумка синяя, да, мы уловили, да, и платье у нее несет оттенок этот элегантно очень. А это, посмотрите, как здесь. Вы доселе не видели таких вдруг красивых бликов? Они ни разу не встречались в интерьере. А он здесь появился. И все, и вы получили картинку космического масштаба. Мы вдруг поняли, что этот аромат, он вселенский. И все побежали. Подсознание зрителя забилось, особенно женщины, да, забилось. Это потрясающий, наверное, аромат спидинг. Ну что, смотрите. То, что это формат 15 минут, чтобы никого не смущало. Это короткий метр, но задача рекламная, да. Это кино маленькое. Мы не берем в расчет игру актеров и музыку, хотя это киносинтетическое искусство. Я не могу говорить только про художественную обстановку, потому что я сам смотрю еще ролики. Это все вместе. Поэтому я говорю, что художник, если он по-настоящему любит, понимает и постигает эту науку, он обязательно, накопив какой-то багаж, обязательно что-то захочет сам сказать. Поэтому из художников потом вырастают режиссеры очень часто. И хочу сказать, что, посмотрите, какие третий мы смотрим, да. Мы видели с вами разные проекты, они отличаются. Еще другой посмотрим, не менее интересный. Не менее интересный. Сейчас я посмотрю, где он у меня. Вот у меня поможет. Сейчас смотрю. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну что же, это другой художник. Смотрим. 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 До конца досмотрим, потом покомментируем. Да, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, очень красивая, элегантная и эстетская стилистика Мартина Скорцезе. Это еще один... Понимаете, мы только что видели с вами Линча проект, видели Гай Ричи проект. И вдруг мы понимаем, что... Я под впечатлением сейчас ирландца, недавно уже пересматриваю, 4 часа идет, я разбирал для художников, для художников только разбирал, как потрясающий человек работает с цветом, как он выделяет с помощью цвета диалоги. Здесь делаем все то же самое. Здесь черно-белая эстетика, она... Для меня... Вот я как зритель сейчас что воспринимал? Я могу... Язык уже не имеет значения, потому что мы сейчас находимся в эпоху экранного нового мира, который вытеснил язык. Языка нет, можно не понимать это изображение. Только музыку слушать. Есть воспоминания, есть впечатления, они всегда приятны. Они черно-белые, но они приятны. И на всем этом теплом разливается аромат. Это как я писатель могу описать, да? Все это было сделано для того, чтобы золотые флаконы, золотые детали отыграли на этом лишенном цвета, но теплом и уютном ретро-пространстве. И они отыграли свою роль. Вот так сделан этот проект Скорцезе. И... Улица же грез называется фильм, да? The One Street of Dreams. И, соответственно, грезы, мне кажется, грезы и там были, и здесь остались. Вот этот мир. И аромат, мне кажется, только лишь оттеняет... Вернее, они оттеняют аромат. Вот, идем дальше. Сейчас, пожалуй, наверное, без этого проекта не было бы ничего другого. Сейчас. Минуточку. Нет, нет. Хотя давайте сейчас мы этот посмотрим с вами. А потом... Спасибо. 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 coś. Субтитры сделал DimaTorzok Тихо. Любой. Надеюсь. Это все. Спасибо. Надеюсь. Оставлю вот здесь, да, на слогане. Наша задача была показать, мне кажется, скорость. Мы показали… Ну, это Nike, да, реклама? Мне кажется, гамма, цветовая галористика, текстуры фактуры, змея, которая бьется с локомотивом, локомотив, который у зрителя ассоциируется с работами футуристов, там, Сибири, не того же самого, я люблю часто привозить эту картину в пример, мчащийся поезд. Ну, потому что нам нужно подчеркнуть скорость. Совершенно по-другому здесь работает Дэвид Финчер, понимаете, да? И опять получается, что он использует здесь фактуры, он использует здесь цвет. Я сейчас исключаю необразные средства. Монтаж, звук, музыка потрясающая, да, действия в кадре, актерская игра. Я это исключаю. Я сейчас беру только лишь воздействие на зрителя экрана. Вот у меня остается ощущение, что что-то было блестящее, мчащееся. Притом это откуда-то вылезло из воды, потом пронеслось, именно пронеслось через все, через весь фильм, превратилось в стрелу. Это же стрела в конце была, да? И потом у меня в голове только лишь вот этот слоган «стрела пробила меня». Это реклама, это художественная обстановка в рекламе, таким чудесным образом сделанная. Финчером. Я не показываю традиционный ролик, вы сейчас такие, среди вас есть знатоки рекламы, они такие, а что же не показывают нам первую рекламу Apple? Ну, потому что про нее все знают, я знаю про этот ролик очень хорошо. А покажу вам другой еще ролик. К тому я еще вернусь. Пусть еще с самого начала, простите, просто мне хочется самому насладиться. насладиться этим роликом. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. К тому, что я же, в связи сhy就 с тобой. Спасибо. 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 Сейчас верну и два слова скажу про него. Это Кока-Кола Дэвида Финчера, снят этот ролик в 93-м году, за 10 лет до этого фильма, точнее за 12, вышел Голдранер. Первый Голдранер. Я, конечно, вижу здесь Голдранер. Я понимаю, что очень много цитат оттуда, и это хорошо, понимаете? Получается, что художник в кино может использовать все, что накоплено в этой электронной семиотике, да, то есть все образы, которые уже есть у зрителя, это моя благодатная почва. И если, понимаете, какой был колоссальный успех был у Голдранера, и на этом успехе выращена вот реклама Кока-Кола. Мне это очень нравится, это мир, мне кажется, вообще это город из Голдранера. Я его тоже использовал в своем ролике. Я сегодня не буду показывать вам свои ролики, их очень много в интернете. Будет желание, потом сами посмотрите. Просто по сравнению с такими потрясающими мастерами, мне кажется, неловко оказаться в демонстрации одной. Но у меня был ролик, назывался он «Орбидол», не могу его не упомянуть. Ролик этот был снят в 2005-2006 году. Вот я его в посте упоминал, этот ролик был снят, я за него получил место первое по художественной постановке, он был отмечен. Этот ролик получил золото в фестивальной Каннах. В общем, Йохим Бах, режиссер этого фильма, этого реклама ролика, был отмечен не на одном фестивале, на многих. BBDO получила золотую награду. Используя все это, мы сняли «Гриптаун». Я сделал такой город вирусов, он есть в интернете. Вот такой город вирусов. Понимаете, мы использовали опять тот весь накопленный. Мы не скопировали его ни в коем случае, нет. И Финчер же тоже не скопировал ни в коем случае «Лэдранор». Но он воспользовался всеми, мне кажется, годами этого фильма, равно как и мы потом спустя еще определенное время тоже воспользовались этим. Вот. И что еще сегодня? Значит, я не упомянул, но не упомянул, конечно же, ролик «Эппл Макинтош». Это Ридли Скотта проект, с которого, на мой взгляд, наверное, началась вообще современная реклама. Потому что вы его сами уже посмотрите. Фильм выращен на… Почему он называется «Почему мир не будет…» Почему 1984 год не будет никогда таким, не будет необычным? Потому что, во-первых, это Оруэлл 1984, произведение, да, определенное. А мои студенты очень любят брать этот проект и потрясающе реализуют. Мне кажется, можно футуристический и фильм… Мне немножко напоминает «Метрополис» Фрица Ланга, мне немножко напоминает работы футуристов, мне немножко экспрессионистов. Великолепная реклама, да. Это «Азбука». Ну, скажем так, это самый известный проект из того, что я еще не показывал, поэтому я его не показываю. Его все знают, рекламщики все знают, и не мешает его пересмотреть. А показать я хочу… Я еще подглядываю на часы, потому что я еще кое-что хочу, много хочу вам показать. А показать я хочу теперь дальше потрясающий проект. Я упомянул, посвященный 203-й Айвазовскому. Давайте посмотрим молча. Песня. 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 был. Я знаю, что все участники съемочного процесса, все наши студенты там были. Художницу могу путать, но точно наша выпускница. Что я хочу отметить? Теперь, как здесь все работает, как работают слова Тютчева на экране? Вот я просто хочу на это обратить внимание. Ты волна моя морская. Ты волна моя морская. Понимаете, вот что значит перенос на экран? Ты волна моя морская. Ее еще нет волны. Вот она за долю секунды про нее объявили, а сейчас она появится на экране. Посмотрите. Видели волну? Вот только что волна. И зритель... Это скатерть. Верно. Расстилаемая скатерть. Но ощущение волны. Замечательная иллюстрация. И дальше это можно наблюдать бесконечно. Как покой у себя играет чудной жизни ты волна. Ты на солнце возьми. Чудной жизни ты на солнце ли, да? Ты на солнце ли. Посмотрите, какая красота здесь. Иллюстрация. Ты все пронизано солнцем. Приятный солнечный день. И работает. То есть раз уже отработали. На создании зрителя. Волной второй раз отработали. Солнцем. А это дальше происходит. Бьешься. Уважай небос. И ведешься. Ты бьешься. Небосвод вам упомянули. И вы тут видите ракурсную точку на интересный потолок. Небосвод. Вот он. Притом я разбираю. Я думаю, что мои коллеги скажут. Мы даже не задумывались об этом. Но это происходит на уровне эмпирическом каком. И ракурс камеры. И состояние кадра. И те нюансы, на которые я сейчас обращаю внимание. И не случайно платье-то у нее голубое. Потому что ты волна моя морская. Это цвет моря. А дальше что происходит? Смотрите, вам только что сказали. Тихий шепот. Вы же не видите, что там. И вы понимаете, что за этим что-то есть. Про это что-то там происходит. Тихо шепчут люди. Мы сейчас это увидим. Но потому что, к сожалению, там. Светло, светла. И вам иллюстрирует свет. Все это не случайно. Это очень выверенная, тонкая, грамотная работа. С помощью всех инструментов перенесен смысл, перенесено чувство на экран. Это вообще очень сложно поэзию перенести. Это тоже реклама. Вы не думаете, что реклама, когда кукулу вам показывают на экране. Зовник, сбереги, что ты взяла. Не кольцо, когда розаветный язык твоя гель опустил. И не камень самосветный я в тебе похоронил. Слышали, да? Душу. Это же потрясающая иллюстрация души. Куда всегда душа отлетает? В облака, на небеса. Вам это проиллюстрировали. Я так примитивно, грубо разобрал работу коллег. Лишил такого ареала какого-то чувств. Перевел в инструменты. Но, понимаете, это, тем не менее, не лишает какого-то потрясающего качества работы. Я на ее примере вам показал, как может изображение повлиять. Да, можно было здесь и разбирать, и нужно разобрать. Конечно, это мастерская Вазовского. Это не там же снимали. Я был в доме музея Вазовского в Крыму. Это не там снимали. Это снимали здесь, в музее там Станиславского. И все это собрано, все это сделано. А вы верите в это? То есть еще и убедительно. То есть ко всем чувствам, что это Тютчев, великая поэзия, понимаете, да, великие строки, надо их аккуратно перенести на экран. Так это еще должно быть реалистично перенесено, так это должно быть доступно зрителю, опираться на его какие-то культурные кадры. Вот, этот ролик нельзя было угадать. Он очень достойно смотрится в ряду всех роликов, которые мы с вами смотрели сегодня. Вот. Ну, знаете, еще, наверное, не показать еще один ролик сейчас. Покажу один ролик, который мне очень нравится, Тимур Абекмамбетова. Сусай золотой. Понятно. Сусай золотом горят в лесах рождественские йоги, в устах и грушечные полки, в запясть неожиданно. Ну, должен сказать, серии, которые были сняты в первые, в нулевые годы или 90-е годы, ну, в нулевые годы это скорее, да, были, Банк Империал, Банк Славянские поэты. Великолепные серии. Вообще, очень, очень уважаю Тимура Абекмамбетова. Я считаю, вот, если бы его не было, то реклама была бы другая. Тот вклад, который он внес в изобразительный, развитие изобразительных средств рекламы, именно короткого метра, невозможно переоценить. Как работает, еще отмечу, я знаю, как все серии Империала и Суворов, вы помните, да, до первой звезды нельзя, и Нерон, и Македонский, они великолепны, они масштабны, Чингисхан такой хороший, да, был. Притом, я знаю художника, который работал практически на всех Империалах, это Саша Попов. Это старший мой товарищ, понимаете, кто работает, какие люди. Саша Попов получил Эмми за Петра Великого с Максимилианом Шеллом в главной роли в такой английский сериал, фильм. Вы представляете, какой человек, как бы, можно сказать, да, ну, какие рекламные ролики, но это тот человек, который понимает ценность рекламы. Он, пожалуй, одним из первых из таких больших художников, я тогда был совсем молодой, только если тут закончил, а он уже был, уже снял и получил Эмми за Петра Великого. Он активно работал в рекламе телевизионной, и все Империалы, и многие славянские были сняты им, сделаны, потому что все, что вы видите, посмотрите, как я не могу теперь не покомментировать кадры, но эти же кадры, это же, опять же, экспрессионизм, чистейшей воды вообще проиллюстрировано. Два противоположных цвета, красный и зеленый. Наша задача взвинтить внимание зрителей, потому что это жестокий фильм, экспрессионизм, Мунка вспомните, да, я по идее вижу Мунка сквозь кадры всегда. Знаете, какие кадры, очень выверенные графические. Как работает цвет в этих кадрах, зеленый и красный. Притом, нам еще красный, еще как-то характеризирует героя жестокого, да, следователи НКВД, ЧК. Ну а это как? Ну это же... И при том, как кадры связаны, сейчас же следом будет другая сцена в детском саду, и посмотрите, как цвета будут работать там же. Ну, во-первых, начнем с того, что это потрясающие сюрреалистические картинки. есть связь, есть связь, цветово, вы, может быть, перенеслись, формат очень короткий, очень опасно здесь наградить что-то такое, что у зрителя пропадет нить. Он скажет, а только что мы были в другом пространстве, нет, у зрителя не тень, он понимает, что это про этого же героя. Не живого небосвода, мне очень нравится вот еще вот этот кадр. Неживой небосвод. Небосвод для вас, для всех, имеет определенный цвет, поэтому кадр так замечательно окрашен. Посмотрите. Небосвод здесь незримо присутствует, а не живой он, потому что его увозят в воронки, увозят в этом ужасном автомобиле. Получается, не живой небосвод, проиллюстрирован на экране, дословно. Я опять разбираю так грубо работу, да, получается, что лишаю ее орел таинственности, почему уже зрителям много, я не могу понять, почему я плакал, когда смотрел, почему я расстраивался. А вот из-за этих вещей, умение переносить на экран, но этому надо было учиться. Во-первых, Тимур сам замечательный художник, театральный художник, и он ставил спектакли, я знаю, в начале своей творческой карьеры, карьеры, замечательно имитирующиеся в стилях, но и плюс ко всему здесь я уже назвал Александр Попов, Саша Попов, прекрасный, прекрасный художник, который оставил о себе лишнюю память в кинематографе. Еще один проектик покажу сейчас вам, славянского банка, Есенин, опять произведения этих же самых людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! которого лось в кинематографе испытал Ну, ясно, что это замечательное произведение, великое произведение. Замечательно отобразили, мне кажется, вот эту метущуюся, буйную душу поэта. Вы знаете, какой язык выбрали авторы? Это же те же самые авторы, это тот же самый Саша Папов, это тот же самый Тимур Бекмамбедов, это тот же самый Сережа Трофимов, это они одной командой снимали все эти ролики. Вы знаете, что происходит? И пространство кадра совсем другое. Сейчас мы оказались в кинематографе до революции или первых лет революции, когда черно-белое кино некачественное, и вы все верите, хотя это все сделано искусственно. Какое убедительное наполнение кадра, какое убедительное ненаполнение. Потому что они умелые люди, здесь бы заполнили этот кадр, и мне бы стало нечем дышать. А мне нужны силы, воздух. Мне нужны блики, потому что это душа поэта. Ну и черно-белое работает здорово. Я не беру в расчет игру актера, это отдельная история, это режиссерская работа, великая работа. Но по изображению не мог не отметить этот ролик в ряду. Вообще все отмечают и империаловские ролики, и банкславянские. Там была серия «Блок», там был «Пастернак», там был «Синий цвет Пастернака», потому его уже снимал Резо Габриадзе, не Резо, а Лео Габриадзе, а читал Резо Габриадзе. Это Барташвили стихи, перевод «Пастернака». «Синий цвет полюбил я с малых лет». Тоже надо смотреть это все, мы не можем посмотреть. Ну потому что, знаете как, я всегда говорю, что рекламная индустрия, она молодая. В нашей стране она молодая. То есть все, кого я перечислил сегодня, я всех знаю лично. Мы пересекались, снимали вместе, и с Лео снимали, работали, и с Тимуром. То есть все пересекались. Но за 92-го года, наверное, она появилась, 91-90, я могу ошибаться, за почти что 30 лет эта индустрия сформировала свои гайды, сформировала свой социум. Ну потому что у нас есть такая практика, мы раз в год на Новый год все собираются в каком-нибудь крупном продакшене. Это бывает часто в парк продакшене, самый крупный у нас продакшен, в виде интернешнл, нас собирают. И мы все друг друга знаем. И у этой индустрии есть свои фестивали. Я вам уже сегодня говорил, что там несколько раз мои работы были отмечены, мне приятно оценка моих коллег, да, арт-директорского коллектива, громадного, креативщиков. Есть фестиваль Red Apple, есть фестиваль Серебряный молоток, есть фестиваль Лучник, по-моему, Серебряный Лучник, есть SP-шоу, их много, этих фестивалей. Это я только про отличные говорю. А есть международные фестивали и также пристально оценивают работу по всем номинациям, по изобразительному решению, по художественному решению, по вообще, как бы, по совокупности качеств. Это индустрия. Мы в нашей школе пытаемся, я подвожу к тому, что мы в нашей школе пытаемся открыть глаза студентам, я в частности студентам-художникам, да и не только художникам, и операторам, и режиссерам, я же им всем тоже читаю лекции. Просто веду курс, а лекции читаю еще другим смежным специальностям. Я рассказываю, что вот как в рекламе реализовать ту или иную задачу. Как, если пришел клиент, говорит, я хочу, чтобы вы мне сняли про шоколад Россию. Такой, о, шоколад Россия, на него можно. Но ты забудь про то, что шоколад Россия. Твоя задача показать шоколад самый лучший в мире. Вот дальше трудись над этим. Только не говори, что это плохой или хороший шоколад. Не твое дело. За это борются люди по качеству продукции. Ты борешься за изображение. И вот сделай, приложи все усилия, чтобы все сказали, не надо же, я вот после этого полюбил этот шоколад России. Я отдал 10 лет своей жизни шоколаду России. Россия – щедрая душа. Это мои проекты. Вообще, у меня, мои биографии рекламные, большие блоки. К ним относятся, я назвал, не с кафе. Это 10 лет. За 10 лет было снято порядка, ну, я не знаю, почти что сотни, наверное, различных историй про этих полярников. Вы их все запомнили. Может быть, даже воспитаны некоторые на них. За это же время, в разные годы, да, была история «Россия – щедрая душа». Вот эти красивые кадры, что Россия – это красивые пейзажи. Это Левитан, это Куинджи. Это красивейшие пейзажи поленов, да? Вы это запомнили, потому что скакуны были, были колокола, была поэзия. И мы начинали, а потом оказывались потрясающие шоколадные фабрики, где как искусство творили шоколад. Он был в шоколадной гамме еще плюс ко всему. Это мои родители. За 10 лет. Еще была серия «Толстяки», когда мужики-то не знают. Да, то есть вот эти серии особенно важны, потому что за 10 лет, что происходит? Я этого даже не успел коснуться сегодня. Меняются выразительные средства. То есть 10 лет назад зрители, которые смотрели шоколад «Россия – щедрая душа», они были другие. Они не знали, что такое на каждой остановке Wi-Fi. Они не знали про это. Теперь на каждой остановке Wi-Fi, и зрителю сегодня нужно другим языком рассказать. Этот Wi-Fi должен быть на экране изображения в кадре шоколадной фабрики. Как это сделать? Да, это уже сложные вещи. Вы не можете написать Wi-Fi, вы не можете примитивно рисовать, что… Ну, вы должны сделать так, чтобы люди почувствовали. А можно это сделать. Посмотрите эти ролики за 10 лет, вы увидите разницу. Первые были… Совсем недавно я проводил такой сравнительный анализ, и обнаружили, что первые шоколадные ролики, когда мы снимали в пятом году, и начинали с Сашей Бреннером, кстати, креативный директором «Балгетского», мы придумали, прямо вот придумали, что история будет такая традиционная, она будет полна… Традиции – это что такое? Это много дерева. Шоколад – это коричневый цвет, шоколадный цвет. А шоколад хорошо работает, когда есть золотой отблик, есть медные золотые элементы. Вот мы насытили все пространство, это нам все было. Очень, чтобы подчеркнуть золото, нам нужно еще терракота в кадре, английское – красное, вот мы и добавили этого цвета. И ролик стал таким, знаете, как классическим. Прошло много-много лет, потом мы все время меняли, по чуть-чуть меняли, потому что эти фабрики за 10 лет тоже роликов в 100 было снято. А да, я же не сказал, что там ролики… После 2000 роликов я перестал считать эти ролики, их очень много снято. И там 100 роликов мы сняли, пришло новое время. И я понимаю, что нельзя… Мне самое простое, менялись режиссеры, операторы, так случилось, что и агентство даже поменялось. Вначале делал «Адвент», а потом «ДжВТ» даже как-то делал, в период, когда делал серию роликов. Но так случилось, что мне повезло, я все время оставался по какой-то причине странной, неизвестной мне. И вот когда прошли годы, мне же проще достать из своих компьютеров и архивов чертежи, понимаете, да? Сказать, ну я уже снимался 100 раз, давайте 101 раз. Нельзя так. Я каждый раз пересматривал. И пересматриваю, я добавляю китай. Поэтому в 2013 году… Первый был в 2004, по-моему, году, а последний был в 2014 году. В 2014 году в той же самой шоколадной фабрике вдруг появились какие-то холодные детали, какие-то светящиеся поверхности, которых не было у нас раньше. А потому что мы уже стали уходить от классики чуть больше в современность. Потому что айфон у каждого в руках. Айфон – это серебристые поверхности должны появиться. Вот как воздействуешь на сознание зрителя. И тогда он верит тебе. Вот, но я отвлекся от чего? Я хотел показать несколько роликов наших студентов. Без этого нельзя, потому что они заслужили просто, я знаю, похвалу. Ну, давайте посмотрим вот этот ролик сейчас. Это серия выставки «Коллекция», которая в прошлом году была в Пушкинском музее. Вот наша школа и художественная постановка. Здесь громадное значение художественной постановки. Вот они оживили картины. Это картина Дерена «Суббота». Вот вам картина. Это, опять-таки, здесь проект, креативный директор проекта Аси Вучесич. Она придумала эту серию, замечательную концепцию. Реализовывали ее студенты короткой формы нашей институции, нашего образовательного заведения. И трудились операторы, художники и режиссеры. Но так как проект про художников, про картины, здесь образное решение имеет колоссальное значение. Ну, потому что нельзя... Началось с того, что они как-то пришли, да, но художники такие взяли картину, распечатали и решили сделать как раскладушки такие, детские книжки есть. Принесли на первую встречу, и мы такие в обморок упали все стали. Ну, как же там? Ведь клиенты настоящие, пушкинские. Нельзя оживлять картины примитивно. Нужно оттуда что-то брать. А что-то это вот... Давайте еще раз посмотрим. Я уж не говорю про первую часть. Почему там нити, потому что это суконные фабрики, которые принадлежали братьям Щукиным. Потому что ткани, ткацкие фабрики. И посмотрите, как это вот... Мне кажется, картины нет, а ощущения есть. Каждый герой, и над этим мы уже, конечно, работали уже на каждом пьеме, мы работали со студентами. Ну, что ж ты так переносишь? Ну, кто этот человек? Пожалуйста, влезь к нему в душу, расскажи нам. Вот так. То есть недостаточно художнику. Это вообще мой метод и многих моих коллег. Да мне расскажи про героя. Он такой, ну вот, женщина одета в чепчик. Не, не годится. Расскажи мне, пожалуйста, про ее комплексы, про ее болезни. Кто она? Понимаете? Я уж не говорю про возраст, какой национальности. И так, да, происходит погружение. Я всегда провожу... Мои занятия со студентами строятся так. Я беру какое-то произведение и говорю, ну-ка, давайте поговорим сейчас про беспреданницу, да. Ну, только мне расскажи про автора, расскажи, в какое время он жил, про какое время он пишет, что происходило в то время, в которое он писал. Дальше расшифрую мне героев, из какой они среды, чем страдают, есть ли хронические заболевания, есть ли увлечения. Это все должно быть видно на картинке. Без актеров. Актеры молчат. Это задача режиссерская. Как только актер откроет рот, начнет играть, все это и все стоит. Но мне вот, я заморозил картинку, мне должно быть все понятно. Замечательная работа, несколько работ покажу. И художники-то разные, посмотрите, и стилистики разные. Вы понимаете, да, Кипикассо, Дансфейер, замечательная работа кубистов. Как это передать? Как передать фавистов, кубистов, импрессионистов? Это была задача такая серьезная. Ну, потому что проект мощный. И вот над этим бились студенты, и мы вместе с ними ни на секунду их не оставляем. Мне кажется, это тоже очень важно. Но мы никогда не подсказывали. Никогда. Ни я, ни Ася, ни Осипиан Сергей никогда ничего не подсказывали. Потому что задача побудить студентов самим дойти. Как только ты дойдешь сам, ты потом дальше сумеешь работать. Если ты будешь говорить, исполнять только то, что тебе говорят твои кураторы, ты ничего не наберешься. Ничему не наберешься. Так, я покажу еще немножечко. Я понимаю, что мы, остается мало времени, Лена молчит, ничего не говорит, но просто интересно, самому интересно. Я слушаю. Я сам себя слушаю, даже интересно. Это совсем другая серия. Это было снято позапрошлом году для Третьяковской галереи уже на Крымской набережной. Работу, которую вы, наверное, все узнали, но если не узнали, по правилам Москва строится, Пименова Юрия Ивановича, замечательного художника, который был художником кино, что вы еще знали. Он еще преподавал у нас в Авдите, я когда учился, но я его не знал, он уже странный. И передать ощущение Москвы, которая в дожде, только что прошел летний дождь. Как это передать? Тоже начиналось с того, что они собирали чуть ли не картину, все перед автомобилем. Ну зачем? Не нужно всего это, нам надо передать ощущение. А ощущение, вот оно это ощущение. Вот оно, посмотрите, что творится. Свежесть. И как это сделано? Это уже другой вопрос. Это технические вопросы. Они ломали голову, очень трудились, потому что вы такие, ну конечно, да, взяли, побрызгали. Ну пойдите, побрызгайте водичкой на стекло, вы не добьетесь этого. Потому что любая потрясающая художественная задача, как там создать интерьер Есенина, как там сделать глянец в автомобиле БМВ, упирается в техническую реализацию. Художник, он же наполовину зефир, а на другую половину он такой из шестеренок состоящий человек. Премию, которую мы никак не учредили, бильдия художников, мы ее хотим вручить в этом году, она называется же «Стальну Леонардо». Почему? Потому что вот это все, это Леонардо да Винчи. А вот как это сделать, это уже стальной Леонардо да Винчи. Надо понимать, как это делать. Потому что надо провести миллиард экспериментов, побрызгать на стекло глицерином, маслом, может быть, какой-то тормозной жидкостью. Как потечет, подуть вентиляторами ветраду. Ветраду не годится, сильно все раздувается, а чтобы красиво текли. Техническая сторона никто не отменял, а в следующем ролике она еще сильнее заметна. Сейчас я открою. В этом ролике еще более заметная сторона, смотрите. Сейчас я верну на начало. Укласс же. Черный квадрат. Как вам показать на экране черный квадрат? Но сам примитивно. Да, нарисую черный квадрат. Но никто, он же нарисовал. Он же написал, понимаете, этот супрематический квадрат. Но нам нужно сделать ощущение. А ощущение упирается вот в такую вещь, что я смотрю, и я хочу окунуться. Да, они дошли до этого. Прекрасно. Тут есть мои технические пять копеек, которые я студентам внедрил. Они говорят, ну а как мы сделаем такое? Ну это же может быть какая-то резина, какой-то полиэтилен. Ну потому что надо, я всегда учу всех, надо блоки снять, надо мыслить незашоренно. Потому что если ты понимаешь, что квадрат он так, то ты будешь все время вот, а уложи квадрат. Я говорю, слушайте, а давайте это уложим. Уложите это, сделайте это гладью. Черной гладью воды, в которую окунается человек. Просто я в 2004 году, у меня был ролик медов. У меня там женщина вообще из воды поднималась. А потом мы перевернули, и она как бы из стены выходила. Я просто это уже сделал, здесь эксперименты. И продал эту идею. Человек должен погружаться в воду. А как вы это сделали? Вода ли это? Не вода. Потому что вода не будет черной. Там много секретов. Но результат нам важен. Это здорово. Посмотрите, что творит. Это здорово, особенно когда текут эти капли. И есть ощущение ошеломленности какой-то, некого потустороннего мира. Потому что черный гладью – это потусторонний мир. Искусство кончилось, начался новый мир там. Это тоже работа наших студентов для Третьяковки. Я уже забыл, кто делал из моих студентов. Но опять эти ролики очень хорошие. Вообще рекламные ролики. Я вот понимаю, что наши студенты работают с режиссерами long-form directing, то есть короткий метр снимают, и short-form directing. Short-form directing подразумевает работать над рекламным роликом, музыкальным видео, бренд-контентом. И мои в основном стремятся туда. Объясню, почему. Не от того, что я вам сказал, что я рекламный человек. Я и кино очень много снял. Так что у меня очень много достойных фильмов есть. Но я считаю, что рекламная индустрия позволяет выражаться художнику, минутчем внимания, художнику лучше. Потому что короткая форма, она конструирует все ваши выразительные средства, она конструирует ваши мозги. Они у вас совсем по-другому должны работать. Вот и раскрепощать. Поэтому я очень рад и гордуюсь, что именно у нас есть эта форма. Больше нигде нет в нашей стране, да и в мире очень мало, чтобы учили на работе в рекламе. Вот. Ну, сейчас я посмотрю, что я еще хотел показать. Пожалуй, наверное, все, что я хотел, вам все не показал. Сейчас мы выслушаем вопросы какие-то, если у нас остались. Да, здесь огромное спасибо за лекцию. Это невероятно интересно. Вопросы давайте. Да, даю вопросы. Первый вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если мы говорим про черный юмор, ироничные видео, отчасти небольшой трэш, не обязательно реклама, то как нам может помочь цвет и художественная постановка? Или работа с актерами будет достаточной? Спасибо. Да, понимаете, вопрос такой. Он часто мне задается. Можно ли обойтись без художественной постановки? Первое. Художник-постановщик — это позиция. Главный художник-проектор, мы начнем с этого, это позиция. Если он есть, он отвечает за художественное решение. Если его нет, задачи художественной постановки никто не отменяет. Вы поймите, все. Она остается, просто персонажа нет. Ну, потому что есть мир в кадре. Этот мир насыщен деталями. Эти детали работают за раскрытие драматурги. За это, в общем-то, кто-то должен отвечать. В этом случае эти обязанности возлагаются либо на оператора. Ну, бывает так, что и художник. Знаете, как мир у нас такой, что много левых специалистов. Ну, какой-то вот он вчера был только лишь плотником, а сегодня вдруг он, я уже художник. Ну, бывают такие люди, да, и он такой с пафосом, да, ну и хорошо. Но он ничего не умеет в этом случае. А оператор, допустим, Старара пришел на проект, он такой, ну, он же не будет говорить, ну, что вы хотите. Вот он, человек ничего не может сделать. Он тогда обязанности эти аккуратненько ложатся на оператора. И он, в общем-то, выполняет эти самые задачи по придумыванию мира в кадре. Помимо этого, он еще и придумывает язык, которым будет это поведение. Поэтому вдвойне усложняется задача. Если подводит и этот пункт, то все это ложится на плечи режиссеру. Тогда он вместо того, чтобы заниматься только актерами, а чтобы вы понимали большие, ну, у меня есть оттопки, я видел, как работают в моих проектах большие иностранные режиссеры, происходит так, он говорит, можете меня все оставить? Вот все, пожалуйста, мол, идите попить чай. И он тихо шепчется вдвоем с актерами. Никто этого не видит, никто не знает. Потому что ему не нужно наполнять пространство. Ему надо аккуратненько, потому что актеры – это облако, это облако эмоций. Аккуратненько это облако поправить туда-сюда, чтобы оно отыграло в этом пространстве. Так к вопросу, можно ли обойтись? Можно, но вы невероятно обкрадете сами себя. Можно только актерами обойтись. И в кадре будет черное все или белое, можно же так все. Только актеры будут работать. Есть ролики ВДБ, где крупно Машков эмоциями своими сделает весь ролик. Но нету пространства. Если вам повезло, актер вам даст все, и вам не понадобится этого пространства, клево. Если пространства нет, а оно требуется, зритель сразу это почувствует. Притом везде, и в трэше, и в юморе, и в высокопарном каком-то видео. Это инструменты, вы просто либо их используете, либо нет. Можно не использовать. Можно ведь не использовать цвет, как вот примитивно. Можно, можно же черно-белым сделать. Но в некоторых случаях это проигрывает. В случае с Есениным отлично работает, да. В случае с немецким экспрессионизмом отлично работает. Потому что они не знали, что цвет есть. В то время еще ни Ланг, ни Мурнау не использовали цвет. Но в случае современного гельмана, вот давайте посмотрим, Рублев. Мог быть ведь черно-белым весь. Он бы проиграл, если бы весь фильм был черно-белым. Потому что в конце возникает цвет Андрея Рублев, Тарковского фильма. Потому что весь фильм воздерживает напряжение. И вы такой, жажда цвета у вас вырабатывается за почти что два часа экранного времени. И тут конец вдруг, а-а-а, цвет появился, цвет появился. Понимаете? Не знаю, ответил мне. Я же люблю ходить от прямых ответов на вопросы. Сами думайте. Спасибо. И еще от Егора вопрос вдогонку. Еще вопрос. Можно и нужно ли использовать художественные решения, чтобы обмануть зрителя, чтобы создать обманчивое представление о том, что он увидит. Например, в цветовом решении драмы делать комедию и т.д. И еще один вопрос. Сразу он маленький. Уж очень впечатлен лекцией. Какие есть художественные паттерны, которые можно использовать? Ну, начну с последнего. Спасибо. Приятные слова. Я на самом деле, не поверить, я уже стал, конечно, профессиональным лектором за 6 лет. Я пока нахожусь в руководстве программы, столько лекций считаю. Но вообще, я вообще, как это надо назвать, специалист. Я действующий работник. Мне проще сделать, чем долго разбирать. Я же не искусствовед. Но рад, что и все время беспокоюсь. Я думаю, боже, а как же беспокоюсь в нятне все время. Я думаю, а что я буду рассказывать? Проще показать. А что показывать? Интернет барахлит. Но приятно такое слышать. Второе, что то, что вы сказали, конечно, можно. И это замечательно, когда у вас в противофазу все идет. Это тоже работает. Потому что вы можете... Это еще один метод. Главное, чтобы это работало. Потому что вы можете сделать драму, сделать в таких розово... В таких импрессионистических тонах. И это будет работать. Потому что противоречие инструмента и жанра. А вы можете сделать наоборот, знаете как, вот такую мелодраму. Такую вот слезливую мелодраму сделать в каком-то сюрреалистически, даже экспрессионистически жестком ключе. Тоже будет работать. Это все приветствует. Просто надо чувствовать, когда это сделать. Как это сделать. Вес Андерсона это умеет делать. Вы спросили про паттерна. Смотрите Вес Андерсона. Он это умеет делать. Поезд на Дарджелинг. Гранд-Отель Будапешт, который вы все, впрочем, и любите. Смотрите Кубрика. Сияние. Это я сейчас называю фильмами. Хотите, чтобы я рекламные ролики называл? Ну, давайте я вам зачитаю. Вы думаете, я же вам не все успел показать. Вам надо посмотреть. Финчеровских много роликов есть. Я сейчас вам скажу. Финчеровских надо смотреть. Во-первых, посмотрите обязательно все. Посмотрите Apple. Ридли Скотта. Макинтош первый, да? То, что я вам всем говорил. Вот без этого нету этой индустрии. Ридли Скотт снял рекламный ролик в 1984 году. Притом, не могу не ответить потрясающего художника Брэда Томаса. Это профессиональный продакшн-дизайнер. Он много еще и в кино работает. Понимаете? Соответственно, что еще из рекламы смотреть? Ну, посмотрите Левайса его. Да, очень хорошие ролики. Посмотрите весь Империал. Мне кажется, если вы посмотрите только лишь Империал в всю Сирию. Вот просто есть, вы найдете в интернете все рекламные ролики Банка Империал. Поверьте мне, если вы вдруг заболеете, проживете все это, за одну ночь у вас может переструктурироваться ваша кровь, и вы станете все понимать. Потому что в Великом Инке столько интересного сделано, да? Вот я уже Суворова приводил в пример. Чингисхан, не Чингисхан, а Тамерлан. Сабецкий потрясающий, когда он в шахматы играет, да. Вот. Паттернов много. В рекламе, даже можете только рекламу смотреть, потому что за столько лет, ну, лет знаете сколько, ну, в 41-го года я веду отчет. Я считаю, что в 41-м году с булова начался отчет рекламного времени. И он значимый там же «it's blowout time», да, говорится. Мне кажется, вот «it's blowout time» применима не только к Америке. Это был слоган, что Америка живет по времени булова. А весь мир теперь живет по рекламе, по рекламным гайдам. Вот. Ну, а если вы хотите услышать про кино и про музыку, возвращаясь к моим прошлым лекциям. Во-первых, вам не вредно их посмотреть. Посмотрите, какие рекламные ролики, какие музыкальные видео снимал Тархам Синк, какие музыкальные видео снимал Финчер. Он вообще с музыкальной индустрии начинал. Мадонну посмотрите, да, какую он снял. Посмотрите, там много, там, поднимите прошлую лекцию. Смотрите кино. Вообще, надо смотреть много, читать много, развивать образное мышление. Это развивается одновременно. Вы должны смотреть много художников, вы должны знать художников, вы должны понимать, почему импрессионисты, почему один Моне отличается от другого. Вот примитивно. Не от того, что я хочу поймать вас. А, кто такой Моне, Моне, не знаешь. Сколько было этих Андерсонов, не знаешь. Мне это не важно. Мне важно, чтобы ты понял, чем один отличается от другого, Моне. Вот я что-то так далеко увел. Спасибо. Следующий вопрос. С помощью каких стилей можно реализовать черную комедию, как художественная постановка, подчеркнуть иронию, сарказм? Ну, можно сделать в экспрессионистическом стиле, можно сделать в сюрреалистическом стиле, можно сделать даже в футуристическом стиле. Это можно сделать. Только не в реалистике. А хотя, мне кажется, отгенальность чем заключается? Вот почему мы такие смотрим классный, гениальный ролик? Ну, потому что это необычное впервые. Придумайте что-то впервые. Сделайте реалистическим путем. Вот реализм. Тоскливый соцреализм. Вы же все не любите советское кино, да? Ой, ужасные эти фильмы. Премия. А фильмы гениальны. Премия. Ну, попробуйте. Это же комедия. По-хорошему, можно всю комедию выстроить в стилистике фильма. Премия. Сделайте так. Тогда вам все будут говорить. Это гений. Будут говорить. Неординарность мышления приветствуется. Думайте сами. Готовый рецепт. Готовый рецепт на шаблон. Ну, дам я эти рецепты. Ну, просто я уже знаю, да? И это уже неинтересно. Все скажут, ну, это вот Адис так бы сделал. Сами должны присниться. Это должно. Следующий вопрос. Знаете ли вы, есть ли какие-то талантливые, известные художники-постановщики среди женщин? Хороший вопрос. Отличный вопрос. Дело в том, что мир сейчас абсолютно женский, чтобы вы знали. У меня учатся сплошные девушки. Ну, нет, встречаются молодые люди. В прошлом году их было 4 человека. Из 16, чтобы вы понимали. Это много. В этом году один только молодой человек учится. Из тех же самых 16, да? Вот он выпускается сейчас. Чтобы вы понимали, что происходит. Это есть... Я считаю, что женщины лучше чувствуют. У них развита чувствительность. Они замечательно это чувствуют. Но у женщин другая проблема. У них логическое мышление. Оно не такое, как у мужчин. Вот если удастся пожелить чувствительность и логическое мышление, что, в принципе, я пытаюсь себе совместить. Тогда, получается, все тонко придумываешь и отлично реализуешь. Примеры женщин. Ну, во-первых, я начну с нашего кинематографа. Есть... Была Людмила Кусакова. Приключение барона Милхаузена с Захаровым. Покровские ворота с Казаковым. Это ее фильм. Замечательная художница. Если мы берем современных художников, но я знаю, есть... Как же ее? Ксюша Чухрая, по-моему, совсем юная. Есть Катя Джагарова. Их очень много. Я не называю своих выпускников... Даже так. Я же в школе преподаю всего шесть лет. До этого я как фабрика выпускал этих людей. Потому что я сам набирал, воспитывал, а потом они становились художниками. Например, Львина Терехова. Это девушка, которая сняла «Время первых». Она, наверное, лет восемь отработала со мной. Есть среди них Вера Концова, которая сняла «Азазель». Это тоже мой воспитанник, да? Теперь, если мы возьмем иностранное кино, мировое кино, а про Сару Гринвуд все забыли. Сара Гринвуд, которая с тем самым Гая Ричи сделала ему Шерлока Холмса. Вот того самого Шерлока. Сара Гринвуд, которая сделала с Джо Райтом Анну Каренину потрясающую постановку. Самую серьезную. Скирово-гнатью главную роль. Мне кажется, мир движется к тому, что эта профессия, мне кажется, осваивается активно. Женщинами и женщинам это дается. Вот такой ответ. Их очень много. Следующий, это скорее не вопрос, а комментарий, который я не могу не читать. Надежда пишет, уважаемый Адис, спасибо за интересный экскурс. Мы с коллегами получили большое удовольствие от вашей презентации. Вы рассказываете про такие большие проекты, где запредельные бюджеты и съемочная группа 100 человек, каждая из которых отвечает за небольшой участок работ. Но на практике зачастую бюджет на продакшн минимальный и съемочная группа по продакшну рекламного ролика 5 человек, каждая из которых совмещает сразу несколько функций. Он оператор и продакшн дизайнер, оператор и режиссер, бла-бла-бла. Поэтому трудно внедрить масштаб работ Линча и Скорсезе в нашу повседневную практику. Но все равно много интересного и полезного. Спасибо вам большое. А я отвечу. Я сделаю ремарку надежды. Во-первых, спасибо за отзыв. Вы правы, но смотрите, вы что думаете, что когда я начал снимать, то есть первого дня у меня были какие-то астрономические бюджеты, и мне тоже... Нет, во-первых, это не отнимает вашего отношения. В кадре вы можете иметь... Вот вы экран мой видите? У меня в руках ручка. То есть когда я лишен бюджета, я с помощью стакана одного могу выразить все про художественную постановку. Но только я должен включить весь свой мозг, сказать, что у меня всего рубль на художественную постановку, я буду отвечать за это, и я этим повествую. Один только стакан может повествовать про героя больше, чем он сам. То есть когда у вас, конечно, возможности большие, и у вас и... Мне кажется, тогда легче работать. Вы знаете, что происходит? Тогда... Нет, даже не так, не легче. Вам сложнее работать. Вам приходится... Во-первых, вам запрещают что-то делать самому. Вы да-да-да, имейте в виду. Вам говорят, вы, если вы что-то тролите, все, мы вас выгоним с работы, потому что мы вам офигенские деньги платим, а вы тут еще что-то делаете своими руками. Надо уметь добиваться от людей, ничего не делая, добиваться, что ты хочешь. Это очень сложно. Второе, у вас инструментов много, когда вас ограничивают. Знаете, как цензура, когда водится, и человек говорит, ну-ка, сейчас вырежем это, вырежем это, и он вынужден так изгаляться, исхитряться, чтобы донести свою идею. Вот вы скорее находите... Сейчас привели примеры из таких вот ситуаций, и в этих ситуациях... Ну вот у меня много таких было роликов и проектов, когда я просто из черного пространства, из трех-четырех веревочек сделал запоминающийся проект. Ну, я не знаю, ну посмотрите, ну посмотрите, там, Мия у меня есть ролик, Собчак главный ролик. Я не от того, чтобы бюджета не было, просто я минимизировал пространство. В черном пространстве на водной глади скользит ведьма. Вот там водная гладь, и все, больше ничего нет. Так что это зависит от вас. Главное, чтобы взгляд был определенный. Притом это не только художников касается, этот взгляд может быть у продюсера, может быть у оператора. Если мы говорим про науку, то это относится ко всем. Если мы говорим про специальность, конечно, к этой специальности ближе всех стоит специалист, который называется художник. Чтобы не было никаких этих заблуждений, я этим учился много лет. Я только 16 лет учился в учебных заведениях, чтобы так не было никаких этих разночтений. В художественной школе, в художественном училище, в инстуке, да? Но, понимаете, не это, пожалуй, главное. Главное желание. Вот я вот с этим закончу. Пожалуйста, еще. Спасибо. Да, Ирина спрашивает насчет записи. Да, Ирина, запись мероприятия ведется, и завтра в течение дня я отправлю ее на почту, всем зарегистрируешься, вы тоже ее получите, соответственно. Друзья, не волнуйтесь, все вопросы будут заданы, тут в чате кто-то пишет. Там много вопросов, да? Ну, еще, ну, примерно столько. Вот, я просто... Ну, давай отметим. Давай, дай вопросы. От чата, да, к вопросам и ответам. Спрашивают, за счет чего, прежде всего, создается атмосфера в ролике? На таком эмоциональном уровне. Ну, я, мне кажется, вам уже про это рассказал. Значит, инструментов пять записывайте, если хотите. Пять инструментов. Первый инструмент – это силуэты, это линия. За счет линий создается настроение. Не побоюсь этого слова, да? Лабутен за счет линий создал. В конце финал логотип создает только из линий. Линии, если вы хотите понять таинство линий, смотрите Микеланджело. Вот возьмите, купите книжечку Микеланджело, рисунки. Мне просто лень сейчас идти до своей библиотеки, доставать вам эту книгу. Книга потрясающая, сразу поймете. Второй инструмент, кроме линий, это цвет. Цвет. Цвет, притом цвет вы не думаете такие. Ван Гоги, Гогены, ничего подобного. Там цвет потом появился, и цвета нет. Цвет, знаете, у кого? Цвет у Тициана. Колорит этот цвет. Купите книжечку Тициана, и каждое утро, вместо гимнастики, листайте себе эту книжку. Поймете, как с помощью цвета создать настроение. Купите третью книжечку, которая касается художника Тинторетто, и вы поймете, как линии превращаются в композицию. Не просто силуэт, не просто красивые линии в рисунках Микеланджело, да, пожалуй, Леонардо тоже. Леонардо тоже не мешает купить. Просто Микеланджело для меня первичен. Купите Тинторетто, и листайте, и вы поймете, а, оказывается, с композицией начинается настроение. Можно выстроить так, что все внимание зрителя будет приковано правому нижнему углу, и там вся суть кадра. Четвертый инструмент есть, свет и цвет. Это Караваджо. Купите четвертую книжечку Микеланджело Мерис де Караваджо, и листайте каждый день. Вы поймете, как с помощью света и тени можно создать настроение. Как затемнить большую часть кадра, оставить маленькую часть светлую, и это будет работать? За что ему отказывались платить деньги церковник Грингового Господа? Четыре пятых кадра черные. За что вам денег платить? А вы только десять. Но дело в том, что они же, ну, не все же понимают. Настроение именно создается с большим темным пятном и маленькой светлой деталью. Ну и пятый художник, и пятый инструмент – это пространство. Пространство тоже создает настроение. Этот художник Вермеев Делцкий. Купите альбом Вермеева Делцкого, листайте, понимаете, как девушка, читающая письмо, девушка, примеряющая сережку, как эти все картины передают настроение. Пять инструментов – линия, цвет, композиция, свет и тень и пространство. Научитесь им пользоваться. Ну, это азбука. То есть вы не думаете, что я пять выучил, все. Ну вот я столько лет живу, столько учусь, думаю, боже, я все время что-то новое изучаю, что-то новое понимаю. То есть там, и потом новые инструменты добавляются, мир же не стоит на месте. В этом-то, я уже сто раз говорил, выразительные средства меняются. Спасибо. И тут еще вопрос по поводу книг. Можете ли вы посоветовать какие-либо книги, какие-то зы, может быть, чтобы изучать историю искусства самостоятельно? Ну, во-первых, есть замечательная книга, называется «Мост через бездну», это Паула Волокова. Если вы хотите изучать историю искусства, изучайте историю искусства по Паулу Волковой. Она мне преподавала историю искусства в институте, когда я учился в Абгике. Она старенькая, ну, она тогда еще и не старенькая была, вот она много книг написала, она умница большая. Но историю искусства просто надо, ну, как листать, купить себе разные, есть разные, очень много сейчас предлагается, можно в интернете давать информацию, только поставьте себе задачу целенаправленно, начинайте это с древних веков. Вот с того момента, как появилось изобразительное искусство, оно появилось, там, нацарапал, да, первобытный человек этого зубра, охота на зубра, да, называется, да, первая наскальная. Вот с этого момента вы начинаете изучать. Поступательно, ничего не упускаете, все века проходите, доходите до сегодняшнего дня. И то все время вы не успеете, потому что вы, во-первых, очень много уж больно, объем больной вам большой, вам придется, все равно, даже у меня есть пробелы, шестнадцать лет, ну, не шестнадцать, хорошо, но двенадцать лет я историю искусства учу. Двенадцать лет. И за двенадцать лет я понимаю, что, надо же, а я, оказывается, я про фраганара знаю не очень много. Понимаете, да? Оказывается, там, буши, что-то там в промахе у меня. О чем говорить, там, с людьми, которые, да, ну, не подготовлены. Но если вы хотите заниматься художественной постановкой и уметь это проводить на экран, без этого вы не обойдетесь. То есть вам надо знать историю искусства отлично, но еще параллельно знать еще историю кино. Но я еще вам усложню задачу, вам надо знать историю архитектуры, вам еще надо знать, но это история искусства, по-хорошему, историю дизайна, потому что дизайн развился в отдельной индустрии. Вы не думаете, что я вам так говорю, у меня на полах есть. По всем этим есть история дизайна. Купить такую книгу. Если вы купите Итана, теорию цвета, цветового круга, вам не помешает. Я книжечки вам называю, да. Ну, учебников по художной постановке хочу разочаровать, нет. Меня многие подбивают, что давай, ну, напиши же художник. Учебников как таковых нет. Есть Боря Бланк, написал книгу во Бланк, он скорее делится своим опытом, но вот такого анализа, который я провожу, каждый урок у меня, это практически занятие. Занятие, посвященное русской классике, я разбираю Пушкина, Чехова, Лермонтова, не просто разбираю, разбираю их постановки на экранах. Не просто на экранах, а за все время существования кинематографа, отечественными кинематографистами, зарубежными кинематографистами. И это занятие, это есть как бы учебник. Но такого учебника пока нет. Хотите знать, приходите учить. Еще два вопроса у нас осталось. Одесса, интересно ваше мнение, почему японская реклама так сильно отличается с европейской, и в чем секрет их креативности? Ну, подождите, ну, сказать, что прямо, что вам не понравился Кубрик, не Кубрик, а я же вам показал не только японскую рекламу, там много интересного. Она просто необычная, она стильная. Я подумал, что вы опираетесь на вот этот голубой Шанхай, синий Шанхай, может быть. Может быть... Я думаю, что, возможно, скорее всего, речь идет про современную рекламу, что она очень странная. Про современную рекламу? Ну, во-первых, японский менталитет, он тоже особый, и тут надо читать Клотер Рапаль. Кстати, Клотер Рапаль вам всем рекомендую почитать, Культурный код. Книга полезная для всех, кто хочет понять, как воздействует на сознание людей реклама и что такое маркетинг и психология. Но вообще еще и Фрейда надо почитать. Если вы хотите заниматься рекламой, то без Фрейда и без Юмка вы не обойдетесь. На полочке у вас должны быть хотя бы какие-то их труды. А реклама, но японский менталитет очень сложный. Вот как раз Клотер Рапаль рассказывал, что тяжело было вывести на японский рекламный рынок ни с кафе. И он так расписывает, он говорит, понимаете, компания не может, она выводит, никто не покупает, потому что нету в сознании, в подсознании нету точки соприкосновения с кофе. есть с чаем, а с кофе нет. Соответственно, чтобы сформировать потребность у аудитории, надо влезть, надо работать с детьми, сформировать у них код кофе. Когда они вырастут, они будут понимать, что такое низ кафе. Я думаю, проблема в этом. Японская культура, она всю жизнь была обособлена, она плохо, ну, она не интегрируется, кстати говоря. У них свои культурные коды. Нам кажется, это стильным, кстати говоря, но я с вами не согласен. Мне очень нравится европейская реклама, американская культура. Да и наших примеров очень много. И стильного много. Вот тут нет ознанчивого ответа на вопрос. Ну, да, это различие культур, наверное, просто. Последний вопрос. Сейчас я его найду. И все? И больше никому ничего не хочется спросить? Ну, вроде как, вроде как все. Здравствуйте, большое спасибо за вдохновляющую лекцию. Пишу, чтобы спросить совета, как понять, что тебе стоит пойти в художники-постановщики? Ну, я всегда говорю, что что надо для этого? Рисовать, писать, любить кино? Нет, просто надо. Вот хочу стать художником кино, и все. Вот жить без этого не могу. Вот когда вы это почувствуете в себе, вот после моей лекции, вы почувствуете? Вот без этого не могу. Точно хочу быть художником кино, потому что я сознаю этот мир. Это круто. Не живописую, не картинки пишу, не графику создаю. Будучи художником, я все это тоже делаю в комплексе. Вообще, из семьи художников. Но вот я случайно попал и полюбил очень. Мне повезло. Вообще, вам должно повезти. Вы должны на своем жизненном пути встретить определенных людей, как я. Вот мне повезло, я встретил там несколько ключевых людей на своем пути, которые позволили мне стать художником кино. А дальше и в рекламном мире мне повезло. Я прямо счастливый человек, у меня в рекламе. Видимо, повезло встретиться с такими людьми, которые, представляешь, могут прожить всю жизнь, ничего не с вами. Надо чувствовать это. Вот хочу и все. Данных нет, что хорошо рисую. Как можно хорошо рисовать? У него нет образного мышления. Есть образное мышление, хорошо рисует, но он такой, да, ну, это, ну, мне не хочу этим. Мало платит, да. Вот когда вот все должно совпасть. Это, между прочим, вы понимали, редкая специальность, как-то она редкая. Редкие специальности хорошо оплачиваются, как правило. Соответственно, ну, просто режиссеров больше, чем операторов, операторов больше, чем художников, да. Ну, вы делаете выводы, да. Соответственно, без работы не останет человек, но финансовый вопрос, если вы только ради денег собираетесь этим заниматься, ну, это не стоит. То есть, вы должны очень любить свою работу. Это ко всему относится, не только к художнику-постановщику. Ну, и вот что еще. Художник-постановщик, это тот человек, художник кино, это тот человек, который видит пространство. Вот если вы видите пространство, и оно на вас влияет как-то, то, наверное, у вас есть шансы. Из архитекторов очень много приходит к художнику-постановку, из дизайнеров много приходит к художнику-постановку. Но я не архитектор, я не дизайнер. Я вообще такой живописец-станковист, график. Ну, хотел стать графиком, живописцем вообще. Вдруг попал художнику-постановку и остался в ней навсегда. Одесс пишет, что вас можно слушать бесконечно. Часами, да? Часами. Еще один вопрос у Павра. Расскажите про инфлюенсеры виртуальные. Про что? Про виртуальные инфлюенсеры. Я тоже не очень понимаю, о чем идет. Я тоже не понял, да. Просто, может, пояснит нам? Да, пожалуйста, поясните ваш вопрос чуть-чуть. Создателем цифрового фикционного персонажа является Йорк Цудер. Все, я понял, что такое. Я так скажу. Мы сейчас коснулись виртуального мира. Художественная постановка обладает большим количеством инструментов. Один из инструментов это компьютерная графика CG, создание виртуального мира. И это целая индустрия со своими, опять, гайдами, со своими богами. Но это тоже часть визуализации. Ну, что я скажу. Это замечательная вещь. Она позволяет, она позволила нам теперь решить границы. У нас нет ничего нереального. в виртуальном мире я могу создать то, чего я не мог создать в материальном. Вот. Да, спасибо. На этом все. Вроде бы, вроде бы вопросов больше нет. Хорошо. Нет, есть еще один вопрос. Спасибо. Еще, как вы считаете, современная подача контента, YouTube, TikTok не убьет художественную постановку? Ага, любимый вопрос. Знаете как, я читаю эти, кому интересно, приходите почаще, задавайте вопросы. Этого вопроса любят задавать. Вот исчезнет ли художественная постановка, давайте вместе подумаем. TikTok, YouTube, современные методы съемки, съемки в виртуальном мире. Убьет художественную постановку? Нет. Образ же ведь бессмертен. Образ умрет, только когда человек прекращает свое существование, и то неизвестно, что там. Нам всем интересно, что там. Я думаю, там вообще только образы. Исчезает материальная оболочка и остается только образ. Соответственно, раз образы бессмертны, художественная постановка бессмертна. Ее ничто не может убить. Вы же закрыли глаза, и все, у вас образы перед глазами. А откуда они у вас материализуются? Из TikTok, из WhatsApp, из YouTube? Какая разница? Просто меняется язык. Минуточку. Язык меняется. Формат меняется. Экран меняется. Это влияет. То есть, я думаю, что я вот когда начинал там жимпище заниматься, чтобы вы понимали, я активно занимаюсь жимпище. Рама являлась только лишь оформлением полотна. И вдруг сейчас, я понимаю, что я сейчас за последние несколько, последние 10 лет у меня паспорту и рама являются информационным полем, продолжением моего полотна. Представить, раньше этого нельзя было. То есть, меняются запросы у публики, потому что публике недостаточно глядеть на картину, ей надо вникать в нее больше. Появился новый инструмент, так и все новые формации, они только позволяют, расширяют границы. Но надо чувствовать это. Учиться этому, ну, неважно, ты всему не научишься, вы не думаете, что это все, выучи, я сам ничего не знаю. Я просто все время там подучиваюсь чему-то. Но просто, когда ты что-то не знаешь, надо полагаться на чувства. Но не убьет. Нет, нет, это бессмертная вещь. Вот не хочу касаться других профессий, которые опасно. Современные технологии могут убить другие профессии. Но художников современной технологии не убьют. Спасибо. Все, вроде бы вопросов больше нет. Друзья, огромное спасибо, что были сегодня с нами. Одис, огромное спасибо вам за такую увлекательную лекцию. Я так понимаю, что она всем очень понравилась, не остались к ней люди равнодушны. Да. Да, завтра вышли запись вебинара. Приходите на следующее наше мероприятие. Да, на проследующее я бы давай скажу, что следующее будет заключительная лекция из четырех лекций. на заключительной я буду разбирать фильм «19-17», который был отмечен, был выдвинут, номинирован на Оскар. Я его комментировал, даже когда его выдвигали. Я отмечал, что он получил премию британской академии кинекографических искусств БАФТа за прошлый год, за художественное решение, отметили художников. Я сравнивал этот фильм и сравнивать буду с фильмами «На западном фронте без перемен». о «Quiet on the West Front». Это фильмы очень похожие. Я сравниваю, почему нынешнее кино такое гиперреалистическое. Почему «19-17» вот всех покупает? Потому что, черт возьми, я такое ощущение, что у нас 4D изобрели. То есть не 3D, а 4D. Я могу потрогать крысу, которая лежит. Это интересно. Это запросы общества. То есть я финально, завершая, исследую, что происходит в обществе, как это влияет на изобразительные средства кино. И при чем тут «19-17». Приходите, это будет интересная лекция. Да, анонс у нас уже висит на сайте, так что вы можете зарегистрироваться. А, кстати, до этого будет еще одна интересная лекция. Там их много. Смотрите. Лена, ты напиши. Понедельник, вроде. Понедельник, да. Что там будет? А, понедельник будет разбор. Мы будем разбираться, как художественная постановка дружит с художниками по костюму, как это укладывается в единую концепцию, как разрабатывает главный художник концепцию раз, потом художник-постановщики реализует два, художник по костюму реализует три. Об этом мы говорим с Анной Баштовой. На примере миллиона фильмов. Там и «Ирландец», и «Приключения Вороной Минхауза», Тори Гильяма какого-то там года. И там, ну, Лена знает, почему она распишет, расскажет. Да, вот. Но спрашивают, можно ли посмотреть предыдущие лекции. Друзья, я думаю, что это не первый вопрос за сегодняшний вечер. Я думаю, что в завтрашнюю рассылку с записью этой лекции я, наверное, включу просто ссылки на предыдущие лекции, потому что доступа есть только по ссылкам. Ну что, все? Может, последний вопрос? Какой-то там сформулировался, я последний отвечу и ответил. Есть один, упал за это время. Есть какая-либо четкая секвенция рекламного ролика? По категориям, по категориям, да, я, наверное, спрашиваю. Нет, что, но есть, делятся, есть бренд-контент, есть рекламные ролики, есть социальная реклама, есть коммерческая реклама, есть локомотивные ролики, и там целая индустрия. Чтобы научиться этому, надо приходить и учиться уже на программе. На программе не только художественная постановка, а на программе Short for Directing, ну и да, там многое узнаете. Самый последний вопрос, я просто не могу его не задать, мне тоже очень интересно. В чем смысл жизни, спрашивает Егор? Правильный вопрос. Егор, самый правильный вопрос. Смысл жизни, знаете как, надо жить так, чтобы, ну вот я закончу фразы своего мастера. Он был известный художником кино Александр Тимофеевич Борисов. Все фильмы Солодьева сняты им, он художник этих фильмов, и Присупление на Казань, Анна Каренина, и «Сто дней после детства». Очень много фильмов. И Соловьев все время злился. Он Соловьев говорит, слушай, Саша, а вот только закончили кино, куда ты смешишься все время? Он говорит, ты не поймешь, он ему говорил, Соловьеву Сергею. В общем, как-то он его достал, он говорит, сейчас я тебе расскажу, ладно. Он говорит, вот представь, Сережа, ты идешь себе в мастерскую, и вдруг тебя переезжает трамвай. Он говорит, как так? Да, переезжает трамвай насмерть. Вызывают милицию, скорую помощь, выясняют, что, оказывается, вот здесь твоя мастерская, идут вскрывать твою мастерскую, вскрывают мастерскую, а там пусто, работа-то нет. Вот я, говорит, спешу что-то сделать. Вот это, мне кажется, мудрость на века. Надо спешить что-то делать. То есть, если ты выбираешь себе вот этот мир, то есть, ты спешишь, вот я спешу вот так на одну лекцию больше рассказать, я спешу на один спектакль больше сделать, я спешу на одну рекламу больше сделать, спешу на один фильм больше сделать, я спешу там, я много чего еще делаю. То есть, вот жажда жизни, хорошее слово, вот это философия. Надо жить так, чтобы вам было хорошо ежедневно, ежесекундно, тогда вам, вы видите, я даже заканчивать не хочу, а у меня уже началась другая конференция, 21.32, уже меня две минуты ждут. Вот это хорошее завершение. Все. Не смеем вас больше задерживать. Огромное спасибо, друзья, всем пока и до новых встреч. Всех благодарю, да, до свидания, Лена, спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!